Меня зовут членов Анастасия, я представляю группу энергокомпаний. Тема нашего сегодняшнего доклада, что такое развитие энергетики, взгляд энергокомпании. Прежде всего, мы хотели бы начать с самоопределения нашей группы. Следующий слайд. И сказать, как мы себя позиционируем. Наша группа выбрала следующее определение. Мы — это сообщество профессионалов, использующих в своей деятельности различные технологии и оборудование для производства, передачи, сбыта, тепла и электроэнергии. Можно следующий слайд? Следующий слайд. Вот на этом слайде мы попытались изобразить место нашей группы среди оставшихся групп. Первыми пятью позициями мы обозначили те группы, с которыми мы взаимодействуем. Это различные группы, которые занимаются инновационными проектами. И они являются непосредственными поставщиками для нас различных инновационных идей. Следующие группы — это шестая, седьмая и восьмая. Это те группы, для которых мы являемся объектом. То есть это государство, бизнес и общество. Это те группы, которые влияют на нас. И, конечно же, мы тоже взаимодействуем с ними и влияем в какой-то мере на них. Следующая. В следующем слайде я бы хотела рассказать о том, как мы воспринимаем развитие энергетики с точки зрения именно энергокомпаний. Мы понимаем под развитием движение с целью совершенствования нашей деятельности, с учетом интереса бизнеса, общества, государства и исходя из существующих реалий. Развитие — это вектор движения. И его можно рассматривать как процесс перемещения из настоящего состояния, в котором находятся энергокомпании, к какому-то будущему состоянию энергокомпаний, которое возможно при совершенствовании нашей деятельности. Следующий слайд. Мы можем определить цель развития энергокомпаний через различные критерии. Прежде всего, это технические критерии, под которыми мы подразумеваем устойчивое функционирование, соответствующие показатели качества электроэнергии и надежности. Также это социально-экономические критерии, под которыми мы понимаем приемлемость уровня цен на энергию и доступность подключения. И также экологические критерии — это снижение негативного воздействия на природу. Эти критерии для нас выдвинули как раз вот те три группы, как бизнес, общество и государство, потому что они имеют непосредственное влияние на нас. Дальше. Какие способы развития мы видим? Можно сказать, что так как мы занимаемся генерацией, распределением и избытом теплоэлектроэнергии, нам нужно развивать эти три свои составные части. То есть генерацию мы можем развивать посредством использования новейших ресурсов и оборудования. Сети мы можем развивать при использовании новых материалов и также посредством снижения потерь. И также для совершенствования такой части, как сбыт, мы предполагаем развитие систем автоматизации и учета. Дальше. Развитие энергокомпании мы также можем представить через три составляющих. Так как мы это сообщество профессионалов, использующих в своей деятельности различные технологии и оборудования, то мы будем также развивать эти три составляющие. То есть это развитие наших профессионалов, человека. Это различные мотивирующие программы, стимулирующие. Тренинг, обмен опытом, образование. Также это развитие технологии. То есть это различные научные изобретения, которые после превращения в опытные образцы применяются, широко внедряются и переходят в оборудование, которое уже постоянно используется нашими компаниями. Также это развитие оборудования, под которым мы поднимаем различную реконструкцию и модернизацию. Дальше. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Спасибо. Вопросы, я так понял, есть? Пожалуйста. Кривопальцев Владимир Ильич, два вопроса, если можно. Вопрос первый. Группа пообещала нам рассказать о развитии энергетики. Есть у группы представление, что такое энергетика, как она ее понимает? Это первый вопрос. А второй как-то… Группа этим занималась или нет? Ну, мы не формировали своего личного определения. Не занимались. Определения энергетики? Нет, мы не формировали. В принципе, нам пофиг, что такое энергетика. Нет, но мы считаем, что это то понимание, которое свойственно всем нам. Отсюда второй вопрос. С моей точки зрения, если я не прав, вы меня поправите. Произошла подмена предмета разговора. Вы говорили о целях развития энергетики, а слайд был о целях развития энергокомпании. Есть подозрение, да? Что здесь внутри лежит непроговоренная позиция, такая, как у одного из французских королей. Государство – это я. Чего хорошо для меня, то хорошо и для государства, поскольку государство – это я. С моей точки зрения, здесь лежит такая логика. Если я не прав, вы меня поправите. Для энергокомпаний очень хорошо запредельные тарифы. И в этом смысле энергокомпаниям совершенно пофиг, откуда идут эти деньги и что делается с потребителями. В вашей схеме развития энергетики потребителю нет места. В лучшем случае это как бы страдалец или лох, которого можно подоить как можно больше. И тогда энергокомпаниям будет хорошо, а значит будет хорошо и все энергетики. Примерно такая позиция у группы? Нет, и я сейчас попробую это продемонстрировать. Можно вернуться на слайд развития? Лучше бы доказать, а не продемонстрировать. Доказать, да, вот вы увидите и все поймете. Вернуться на слайд развития. Дальше, назад. Развитие – это движение, вот сейчас. С учетом интересов бизнеса, общества, государства. А где предприятия? Это общество. Частные лица – это общество, бизнес – это предприятие. То есть у вас потребители закомпированы как бизнес, общество и государство? Да. И вы с учетом этих интересов есть. Да. И поэтому вы забираете талейку. Мы сейчас… Мы с вами получаем максимум развития. В процессе нашей дискуссии мы обсуждали этот вопрос. И наша позиция заключается в том, что мы пытаемся достичь баланса между нашими интересами и интересами бизнеса, общества и государства. Пытаетесь или должны пытаться? Это является целью нашего развития. Тогда, раз вы вернули к этому слайду, я хотел пройти его мимо. Ну, менее обидный вопрос, да? Хорошо. Группа действительно убеждена, что развитие идет именно таким образом. Однолинейное, однонаправленное, без всплесков. Или это недоработка группы. Мы изобразим… И в будущем вы будете более адекватные модели развития рассматривать. Или вы на этой модели остановитесь. Рост тарифов, все вперед, энергокомпании расширяются, им хорошо, премии у сотрудников растут, энергетика в шоколаде. Мы думаем, что… Вы спрашиваете сейчас о графическом изображении или определении. Если мы говорим об определении, то это движение с целью совершенствования. Движение не предполагает прямолинейной траектории. То есть, грубо говоря, определение и схема живут сами по себе. Они друг друга не отражаются. Спасибо за замечание. Мы постараемся в следующий раз схему изобразить более наглядным способом. Спасибо. Еще один момент. У нас поступил вопрос к нашей группе от группы… Твоя вот группа… Бизнеса, да? О том, выгоден ли энергокомпаниям переход на такую систему оплаты, как вот с сотовыми компаниями, когда мы оплачиваем то, что мы потребили, до того, как мы это потребили. Наша группа как бы обсудила этот вопрос, и мы пришли к мнению, что нужно понимать, что такой тариф практически невозможно осуществить, потому что его не разрешит государство, так как оно гарантирует обеспечение частных лиц, физических лиц, различными как бы ресурсами, и это вызовет большие социальные недовольства. К тому же, как нам в группе выяснили, при действующей системе, чтобы отключить потребителя, нужно произвести ряд определенных мероприятий. Если мы переходим на такую систему оплаты, то все эти мероприятия нужно каким-то образом миновать, потому что это будет эффективно только при случае мгновенного отключения потребителя. Поэтому мы решили, что данный вопрос является весьма недозначным, и скорее наш ответ, что это все-таки будет не столь выгодно, как может показаться изначально. Да. Вопросы задать. Андрей Иванович. Я понял, пошли суждения уже. Суждения, да? Суждения. Еще есть? Нету больше суждений. Пожалуйста. Я тогда здесь, если можно... Анастасия, можно сесть. Суждения, можно уже сесть. Спасибо. Александр Лемех, группа «Умная энергетика». Мне доклад очень понравился. Я считаю, очень так хорошо проработано. И вот там, где мы увидели нашу группу, что она тоже там где-то включена, как, в общем, тот... Да? Да. А, поддерживаю. Нам кажется, что это хорошо. Спасибо. А можно тоже суждения? А мы вот нашу группу не увидели. У нас 10 групп, номер 10 тоже надо было нарисовать кружочком. Спасибо за замечание. Пожалуйста. Развернутый комментарий сойдет вместо суждения? Сойдет. Сойдет. Значит, я хочу прокомментировать, почему я за, в общем-то, нормальный доклад группы зацепился, да? Для меня это важно, как косвенное подтверждение моего подозрения, что у энергетиков нет системного мышления, а есть мышление отраслевое. А применительно к выступлению группы еще хуже. Это не просто отраслевое мышление, а мышление энергокомпаний, как бизнес-единиц. Соответственно, до тех пор, пока будет сохраняться такое мышление, что хорошо для энергокомпаний, то хорошо и для энергетики, мы грубо попираем национальные интересы страны. Если надо, я объясню этот тезис, почему. И мы вообще выбрасываем из рассмотрения интересы второй стороны потребителя. Мы разрываем цепь продавец-покупатель, ориентируемся только на интересы продавца и более того, только на один показатель – это объем продаж. Ну, грубо говоря, количество колобашек, которые мы заработали на продаже своего товара. И вот эта отраслевая позиция, она приводит к тому, что в энергетике возникают критерии. Больше, дешевле, а надо ли? Может, надо меньше? Может, надо другую? И вот такое отраслевое, и тем более бизнес-мышление в энергетике, мне кажется, это я забегаю вперед, является одним из тормозов, которые сдерживают развитие в энергетике. И будут сдерживать. Почему? Найти способ выкачать из потребителя деньги за энергоуслуги – да не вопрос. Механизмы поднять тариф – да не вопрос. Будет ли при этом развитие энергетики – вот в чем вопрос. То есть мой тезис пока такой. Группа продемонстрировала отраслевое бизнес-мышление в энергетике, которое, с моей точки зрения, является одним из препятствий для развития энергетики. И в этом смысле группе «Спасибо» она выступила очень честно и выложила то, что может. Как говорил поэт Гумилев, «Лучшая девушка дать не может больше того, чем есть у нее». Чего есть у группы, я увидел. Спасибо. Я попробую порассуждать. Честно говоря, я вообще не очень понимаю, как мне относиться к докладу. Надо найти свое отношение, а у меня его как-то нету, я затрудняюсь. спасибо Саша Лемех, он подсказал что вот есть была картинка, можно ее вернуть а которую он оценил да вот вот что-то нарисовано я так понимаю, что это нарисовано иллюстрация чего-то и Саша это оценил он говорит, я увидел свою группу ну хорошо а где тут энергетика, где тут ее развитие вроде бы эта схема, ну как бы не про то другое дело я понимаю, что эта схема вроде бы соответствует тому, чего я говорил здесь, если вспомнить это, я говорил, что вот есть какая-то энергетика если мы в какая-то реальность обыгрываемая если мы ее смоделируем здесь на игре как-то, то мы можем с помощью этой игры узнать какие-то какие-то данные, которые нам не достает вот здесь вот про энергетику, например а здесь мы это сможем сделать получив эти данные но только вот эта схема, мне кажется как-то не дорисована я не знаю, что означают эти связи стрелочки, палочки и это что? это про энергетику или про игру? про модель энергетики? это про модель энергетики или это про модель развития энергетики? то есть тут какая-то недосказанность я понимаю, что сегодня только начало трудно навести порядок в этом во всем но я попытаюсь вот каким образом покомментировать, как я ну как кажется понял группу если так, то может быть мы куда-то сдвинемся на правильном пути может группа на самом деле нам подсказывает правильный совет только я его вот не ущучил что называется вот давайте вот здесь вот я расчерчу мое понимание как и некоторых состояний у нас была энергетика она была вот какая она была в виде вертикально интегрированных компаний так а рядом с ней была другая энергетика на другой территории а тоже была вертикально интегрированная компания и на третьей тоже была вертикально интегрированная компания И можно говорить так, что сказал министр энергетики Новак 6 ноября на слушаниях по результатам реформирования энергетики. Он говорит, что вроде бы совершен переход из этого состояния в другое состояние, где если рассматривать энергетику, то можно говорить о том, что есть здесь какая-то часть, где есть конкурентный рынок, где работают генераторы, какая-то иллюстрация. За ним есть какие-то естественно монопольные регулируемые сетевые структуры, есть какие-то еще сбыты, может еще что-то есть, скажем, тепло каким образом устроено. И мы говорим, вот было такое устройство, стало такое, вот это произошло изменение. Тогда это была бы, ну какая-то как бы модель энергетики, внутри самой энергетики, которая бы иллюстрировала, ну например, что в ней произошло. Это какой-то пример, я даже не знаю, удачный он или нет, но он хотя бы просто показывает, что вот было, вот стало, вот изменение. А там в формулировке было, что такое развитие? Было слово движение. То есть развитие равно движение. Вот я с этим не могу согласиться и не понимаю, почему движение это уже обязательно развитие. Мне это не доказано, мне это кажется, что развитие это не просто движение и совершенно не всякое движение, если уже мы говорим про движение, а может и вообще не движение. Например, превращение. Вот возможно здесь было развитие, а возможно здесь не было тоже развитие, а была реструктуризация. По-другому нарезали, слепили, то же самое, причем географически все осталось на местах, а организационно вот так вот поменялось. А что дальше произошло? Произошел рост тарифов, например. Мы говорим, вот мы получили такую энергетику. И как говорит Новак, мы получили энергетику адекватную, он правильно говорит, адекватную вот этой вот общей картине, в которой все устроено по-рыночному. И наконец наша энергетика тоже стала устроена по-рыночным, там как ее можно было преобразовать. Вот если мы говорим примерно об этом, тогда здесь надо разбираться, что тут произошло. Тут здесь энергетика для кого? Есть ли тут связанная с энергетикой государства, связанная с энергетикой общества, например, связанная с энергетикой бизнеса и как они существовали здесь? И как они существовали здесь? Если мы тогда общий контекст здесь прорисуем и нарисуем здесь общество, государство, например, и бизнес. Я не знаю, честно говоря, как. Вот палочку-то я могу нарисовать, но что это значит? Надо же понять, как изобразить, что было и что стало хотя бы в этих отношениях. И то, я говорю, если мы это дорисуем, я сейчас не способен, но я думаю, что мы можем разобраться и нарисовать, что было, что стало. То будет ли эта картинка про развитие, я еще пока сомневаюсь. Но понятно, что мы должны изобразить бы ли как-то развитие энергетики. А вот эта штука, это не развитие, на мой взгляд, энергетики, это что-то нарисованное про энергетику. Ну, я могу, конечно, нарисовать вот такой образ, образ такой, так как поработал кто-то хорошо, усердно. Да, что есть энергетика вот такая. Да, внутри, конечно, мы можем тоже что-то там нарисовать, внутри ее. Да, и есть, скажем, какие-то, ну, какие-то группы вне энергетики, ну, которые немножко, ну, как-то стремятся сюда вот, как-то стремятся, например. Вот, но они еще пока вне, как мне кажется, еще пока развития не произошло. Ну, что-то в этом вроде, чтобы нам пояснялось, что тут, что ситуация вот какая-то, вот какая-то, ну, такая, например. А ваша схема, ну, пока не работает. Если вы обратите на это внимание, то, может быть, мы все сообща научимся рисовать работающие схемы. И причем, работающие схемы, я бы обратил ваше внимание, ну, помните картинку, да, которые бы отражали и ту реальность, и то, что мы хотим про нее понять вот здесь вот, выстроив себя таким образом, чтобы ответить на вопросы, которые на самом деле так не имеют очевидных ответов. Например, что такое развитие энергетики. Пока, вот пока все, я пока обозначаю свои затруднения, и я до сих пор сейчас не могу понять, как относиться к этому докладу. Сложно. Потому что мне не очень понятно, хотя были сказаны очень красивые слова, на самом деле группа удивительно быстро проработала и оформила красивые картинки. Там есть интересы взаимные, тезис написан, и я удивился, как все успели сделать. Успели сделать очень много. А вот сделали ли туда, куда надо, вот, может быть и да, может быть и нет. Если вы попробуете, подумайте над своим трудом, над своим результатом, и можете его нам так показать, чтобы это нам иллюстрировало, да, вот о чем они говорят. Понятнее, ну вот понятнее, для не сильно продвинутых, таких как я. Если получится, то может быть на самом деле вы сегодня сказали очень важную вещь. А пока я не уловил. Спасибо. Гаврилов, а мне вот доклад чем понравился, что тут показано все-таки движение из пункта А в пункт Б. Осталось только понять, чем полон и как живет пункт А, и что такое пункт Б. Я думаю, что если точно понять связь между ними, то это движение начнется. Все, спасибо. Да, ну может быть и так, может быть и так. Спасибо. Дальше. Группа «Бизнес». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, что такое развитие энергетики? Тема доклада «Представление о развитии энергетики с позиции бизнеса». Значит, энергетика, отрасль промышленности, производство, передача, распределение энергии. Позиция группы. Бизнес – это и потребитель энергии, и участник смежных отраслей. То есть это энергомашиностроение, капитальное энергостроительство, топливная промышленность и так далее. Энергетика – система взаимоотношений в экономике с целью обеспечения нужд потребителей и энергобезопасности страны. Следующий, пожалуйста. Как мы понимаем развитие энергетики? Развитие энергетики – это в первую очередь рост производства энергии с целью обеспечения экономики, рост эффективности производства энергии, автоматизация, снижение цены, развитие альтернатив традиционной энергетики, цена и качество энергии в фокусе развития отрасли. Для чего нужно развитие? Развитие – это действие субъекта развития по отношению к объекту развития, с целью получения выгоды, то есть совершенствования, улучшения. Субъект развития спросом своим, то есть размещает заказ на развитие, объект развития выполняет этот заказ, то есть в нашем случае энергетика, и отдает какой-то результат. Этот результат, если удовлетворяет субъект развития, на этом у нас развитие останавливается. Но если субъект развития увеличил свои потребности, соответственно, он выдает новый заказ на развитие. Или если отдача от объекта развития не удовлетворила этот заказ. Структурно схема следующая. Следующий слайд, пожалуйста. Основной. Развитие как совершенствование может иметь количественное и качественное выражение. Количественное. Рост объемов производства электроэнергии, рост объемов производства тепла, уменьшение, снижение темпов роста тарифов на электроэнергию. Качественно. Повышение эффективности производства и передачи энергии, развитие распределенной генерации, когенерации и трегенерации, использование попутного газа, распределение нефтегазовых доходов. Например, как на примере Эмиратов, вкладываются доходы в туризм, что через довольно большой промежуток времени, но дало очень существенные результаты. И использование нетрадиционных источников энергии. Схематично это все можно отобразить на данной спирали. То есть, соответственно, широкие витки – это рост вширь, сужение – это рост вглубь, то есть улучшение качества. При этом условно можно сказать, что здесь мы имели паровые машины. Соответственно, рост идет по спирали, постепенно вверх. При этом существуют различные критерии, которые определяют рост самого направления, рост энергетики. Спираль здесь условная, он может быть хаотичной, может быть где-то изменяться больше вширь, где-то более интенсивно идти вверх, но тем не менее различные факторы влияют на форму этой спирали и на темпы ее роста. Как, соответственно, и бизнес, который является одним из факторов влияния. Например, бизнес рождает спрос и может использовать собственную генерацию, которая вынуждает сетевые компании улучшать свое производство и предлагать более выгодные условия, например, для подключения к сетям и так далее. И об этом… Следующий слайд, пожалуйста. Развитие для одних может быть проблемой для других. Например, нерегулированное развитие распределенной генерации негативно для централизованной энергетики. Ну, как следствие, у нас падает спрос. Соответственно, централизованные сети, допустим, теряют потребителей. Но выгодно для потребителей и для бизнеса. Они имеют электроэнергию со стоимостью существенно ниже. Бизнес считает деньги. Отмена или другой пример. Отмена перекрестного субсидирования с одной стороны выгодна бизнесу, и с другой стороны это увеличение расходов населения. Поэтому развитие для одних может быть проблемой для других. Следующий слайд, пожалуйста. Выводы. Развитие энергетики с позиции бизнеса – это процесс качественного и количественного совершенствования энергосистемы, ведущей к развитию бизнеса потребителя. Созидающий бизнес тесно связан с развитием энергетики как отрасли, так же, как энергетика непосредственно связана с развитием бизнеса. Спасибо за внимание. Можно вернуть предыдущий. Предыдущий, верните, пожалуйста. Продолжение следует... И у вас с группой энергокомпаний одинаковые позиции. Нет, нет, совершенно раз. Если можно, тогда поясните, пожалуйста, разницу между позицией, не название, но двойное понятное. Вы бизнес-соорный энергокомпаний. Между позицией вашей группы и позицией группы энергокомпаний. Понятно. Значит, позиция энергокомпаний – это, насколько я понял из предыдущего доклада, это увеличение вши, рост объема и, соответственно, рост тарифа. Позицией бизнеса – это противоположное. Бизнес настроен на то, чтобы покупать электроэнергию как можно дешевле, чтобы, ну, электроэнергию и тепловой, как у меня, чтобы снижать себестоимость своих продуктов, чтобы вы, в конкретно, способны на рынке получать прибыль. Вы проводите такое развлечение позиций. Они производители, а мы потребители внутри энергетики. Не совсем так. Для этого на одном из первых слайдов… Можно отмотать? Сейчас, вверх, вверх, вверх. Еще, еще, еще. И вверх. Вылистайте, пожалуйста. Так, еще. Так, вот, ниже. Позиция группы. Бизнес – это и потребитель энергии, то есть он закупает ее, и участник смежных отраслей. Наше энергомашиностроение, там, образование мы возьмем точно так же, капитальное строительство, проектные работы, топливная промышленность – все это так или иначе связано с энергетикой. От этого мы никуда не денемся, и они являются также потребителем энергетики. И они дают вектор к ее развитию. То есть ответ – скорее да, чем нет. То есть вы скорее выступаете с позиции потребителя? Совершенно верно. Тогда такой вопрос. А в вашей группе не приходило в голову, что принципиальные отличия вашей группы от той может заключаться в том, что у вас еще может быть позиция инвестора, когда вы их поставите под свой контроль и будете выступать не как потребители, а как заказчики развития? Да, совершенно верно. Для этого у нас была и другая схема немножечко. Ниже чуть-чуть мотните, пожалуйста. Субъект развития – объект развития. В данном случае субъект развития – это мы, бизнес, мы развиваемся, нам нужна электроэнергия. Объект развития – это энергетика в целом, от которой мы требуем определенных условий, требуем снижения стоимости нашей, снижения тарифов, снижения стоимости продукции. Ага. Кажется, я понял. Тогда последний вопрос в порядке уточнения и все. Вы как-то разводите себя с той группой. Они как бы заказчики, вы как бы потребители. Но что характерно, у вас и у вашей, и у той группы однозначно отраслевая позиция. Энергетика – это отрасль промышленности наряду с другими важными отраслями. И, соответственно, она может точно так же быть передана в частные руки. И там может развиваться полноценный бизнес. Не совсем так, потому что здесь у нас двоякое мнение. С удовольствием жду уточнения, потому что тут есть большой подвох. Да, есть двоякое мнение, которое касалось… Ой, второго слайда, да. Энергетика – система взаимоотношений в экономике с целью обеспечения нужд потребителей. Это то, что вы сказали. И энергобезопасности страны. Это то, что вы имели в виду, что мы не сказали. Ага. То есть тут есть как бы два отличающихся определения, да? Это совокупное определение. А, совокупное. Ну, значит, я просто совокупности не вижу, да? Вот если мы верим во второе определение – энергетика – система взаимоотношений, тогда непонятно, куда ушли объекты энергетики, да? Там электростанции, сети. У вас ведь только система взаимоотношений. А материальные объекты куда отходят? Ну, видимо, они идут в энергокомпании. То есть у вас, видимо, получается так, при вашем понимании. Они владельцы некой собственности, а вы просто включены в систему взаимоотношений, не будучи владельцами этой собственности. И вы, как бы, выступаете по отношению к ним, как потребители, ну, там, соответственно, или просители, или лоббисты, или группы… Или конкуренты. Или конкуренты. А у вас нет собственности в энергетике? Почему? Мы ставим свой энергоцентр и покупаем электроэнергию, производим сами. Вот мы и подошли к вопросу. Если вы покупаете что-то, да, энергообъекты, то вы тогда инвестируете в энергетику, не просто являетесь потребителем. Да, да, с этой точки зрения, да, с вами согласен полностью. То есть есть подозрение, да, что если группа осознает себя не только как потребителем энергетических услуг, предоставляемых энергокомпаниями, а как возможными инвесторами, у которых есть шанс встать над энергокомпанией и рулить ими, ну, может быть, у группы будет и другое определение энергетики, и другое понимание всего прочего. Спасибо за ваши вопросы. Пожалуйста. Анна Кузьмина, сделайте, пожалуйста, следующий слайд. Правильно я понимаю, что развитие – это рост, по вашему мнению? Рост производства, эффективности? Ну, это один из факторов развития, да. Правильно я понимаю, что если вы вырастите вширь, вы очень разовьетесь? Очень, простите, что? Станете очень развитым. Не только. Потому что вот слайд, который иллюстрировал спираль, завивающуюся, он как раз и показывает то, что рост вширь остается внизу. То есть растя вширь, мы вверх не растем. Развитие – это смежный процесс увеличения и количественных, и качественных показателей. То есть и наращивание объема, и в то же время снижение выбросов, увеличение КПД, генерированных мощностей и так далее. Много пунктов можно перечислять. То есть рост вширь – это один из аспектов. Может быть, один из главных, но не единственный, далеко не единственный. Есть желание, чтобы вы поработали над этими понятиями в дальнейшем. Спасибо. Пожалуйста. Я хотел прокомментировать Владимиру Ильичу позицию группы по поводу того, наши позиции… То есть с одной стороны, когда бизнес инвестирует в энергокомпании и покупает генерацию, я считаю, что это уже позиция энергокомпании какая-то получается, а не однозначная позиция бизнеса. То есть это что-то комбинированное. То есть это заход в отрасль, если мы говорим про отрасль, если говорим систему, как систему взаимоотношений институтов. А отрасль еще никуда не отменял. Я не про подход говорю, я говорю про отрасль. Это уже мнение игротехники на реплику. Это перекрестное обсуждение, которое у нас вроде не допускается. Давайте будем относиться к докладу. А второе, это то, что когда энергокомпании строят свою малую генерацию, и если они не продают электроэнергию, то я бы не стал их относить к электроэнергетике. Если мы говорим о инвестировании в плане строительства собственной генерации малой. Это непонятно. Хорошо. Пожалуйста, Надя. А можно я на понимание сейчас дам? Да. Я правильно понимаю, что вот эта схема – это схема развития энергетики? Или это схема развития бизнеса? Нет, нет, энергетики, конечно. А бизнес – это один из факторов, который направляет развитие энергетики в ту или иную руку. Понятно. Схема развития энергетики. Тогда осуждение, что, мне кажется, что развитие энергетики вполне может при снижении объемов производства электроэнергии, при снижении объемов производства тепла. А у вас написано обязательно при росте. Не уверена. Спасибо. Это мнение было, да? Или нужно оптимизировать? Да, обсуждать не надо. Все, да? Спасибо. Спасибо. Я пару слов тоже скажу и тоже хочу нарисовать. Мне показалось, что я для себя тут что-то немножко уже понял. Вот не знаю, так или не так. Я понял группу. Но я вижу, например, что сегодня здесь выстраивается такая система отношений энергетика и бизнес. И, говорится, с позиции бизнеса. Я услышал это. Сначала я думал, с каких же позиций говорят. А там было явно сказано. Это хороший признак, на мой взгляд. Мы говорим именно о том, как бизнес смотрит на энергетику, на связи, на отношения с энергетикой. И, вроде бы, я понял, что с одной стороны бизнес является потребителем энергетики. С другой стороны, двойное полагание бизнеса. Одновременно энергетика является потребителем бизнеса. Да? Вот примерно про это вы говорили, то, что я сейчас нарисовал. Вот я думаю, что если это зафиксировано, то надо тогда с этим и поработать. Вот эта вот схема, которая вроде бы работает. Но одновременно там сказано было, конструкция посложнее. Я думаю, как же это изобразить? О чем это говорится? Вроде говорится о том, что это такое развитие энергетики, это такое совершенствованное, качественное и количественное, которое ведет к развитию бизнеса. К развитию бизнеса потребителя. Да? Об этом было сказано. Значит, тогда получается, что, да, но кроме этого, наверное, у бизнеса есть какие-то другие вектора, которые обозначают развитие. То есть, получается, не всякое взаимодействие устраивает бизнес. Не всякое изменение, не всякое совершенственное, качественное и количественное, мне так показалось, группа имела в виду, изменения надо как-то тоже изобразить. Например, вот возьмем их и изобразим каким-то пунктиром. Например, рост тарифов. Это же изменения, изменения. Мы видим, наблюдаем в жизни, ничего не врем. Растут тарифы, растут тарифы. Вот они растут. И они позволяют бизнесу, ведет к развитию бизнеса потребителя рост тарифов. Не ведет. И группа об этом недвусмысленно говорит, что нас интересует снижение тарифов. Я понимаю тогда, ага, вот какое не любое изменение энергетики группа бизнес готова считать развитием. Даже если это качественное и количественное изменение. Но вот это качественное и количественное будет считать развитием, которое ведет к моему развитию. К моему развитию. А если оно такое, которое ведет к моему сворачиванию, то это не развитие. Мне кажется, это очень важный рабочий инструмент получен. Возможно, он не выдержит испытание времени, а вдруг выдержит. Мне, во всяком случае, нравится, что есть конструкция, которая как-то показывает с позиции бизнеса не просто энергетику, а именно развитие энергетики, именно изменение в ней. За это спасибо. Ну вот я тоже услышал, тут реплики вам задавали, а вы развитие и рост отождествляете? Вы говорите, да. Мне это не очень понятно. Подумайте, потому что слова разные, почему это развитие? Даже тарифы-то ведь не развиваются, а растут у нас вообще-то. Если бы они развивались, там тарифное меню какое-то было, тогда можно было говорить, нам изменение тарифов, вот это интересно. Даже изменение тарифов, не рост, а изменение, нам тоже может интересно, хотя это не всегда снижение. Но я еще бы хотел немножко подальше заглянуть. Смотрите, мы, бизнесмены, хотим, чтобы вот эта вот штука, она стремилась по параметру цена вниз. Тогда в этом случае мы будем развивать свой бизнес, а тут слово развитие снова появляется. Тогда мы будем развивать свой бизнес. А что такое развитие бизнеса? Это не рост ли вот этой раковой опухоли? Ну здесь она не растет, здесь она растет, когда тарифы растут. А когда тарифы упали, это стало сжиматься, а эта раковая опухоль стала расти. Расти или развиваться. У вас же развитие пока отождествлены, давайте разберемся, может не надо отождествлять. Ну и я даже дальше говорю, смотрите, вот, например, снизили тарифы, у вас что-то происходит приятное вам. Пусть это рост, я не знаю. Но при этом тогда это приятное вам, вы начинаете продавать же еще и сюда. Это тоже по сниженным ценам или нет? То есть надо разобраться тогда, а, ну вот я в прошлый год поминал такое, да, лошадь развилась до собственного трупа. Можно изменять ее энергетику таким образом, снижая тарифы, снижая ее издержки, что мы потеряем энергетику. Вот эта крайность тоже недопустима, наверное. Нам нужна вот эта энергетика. Или вы говорите, пока она живет, пусть живет, а мы еще имеем некий такой бизнес-ход, самим себя удовлетворять. Потребность энергетики имею, да, вы об этом сказали. И эта конструкция, вот эта вот, она для меня вообще совершенно новая. Вот эта вот какая-то энергетика, и вот эта какая-то энергетика, и это какие-то разные энергетики. Она в недрах бизнеса как бы появляется, хотя ведь эта энергетика, это она вроде как каким-то бизнесом, что это такое, я не знаю. Но явно указано, что эта стрелка есть. Что это такое, и что это такое? Это разные вещи, или это одно и то же? Или вы говорите, мы создаем вот эту, конкуренцию этой, сетевую, регенерирующую или сбытовую. Ну то есть надо более конкретно разобраться, о чем там речь была. То есть был намек, вы что-то имели в виду, но что-то не раскрыто. Наверное, в дальнейшем надо просто разобраться, тогда как бизнес видит еще какую-то свою энергетику и внешнюю энергетику, или что-то еще у вас было сказано, надо попонятнее. Я предлагаю вам в этом отношении поработать, а схема, которая сложилась, пусть послужит вам инструментом. Вы сами проверите, работает она или нет. Спасибо. Идем дальше, группа общества. Группа общества. Добрый вечер. Меня зовут Никита Боровский. Группа общества. Другую. Другую. А без презентации нету, да? Ну давайте, хорошо. Государство тогда. Еще раз всем добрый вечер. Зовут меня Ростислав. Ну и, собственно, я представляю группу государства. Мы немножко поменяли первоначальную тему, но, к сожалению, не все успели, скажем так, обработать. Потому что есть, я попробую все-таки как-то объяснить и донести. Первый слайд, пожалуйста, можно дальше? Значит, мы попытались дать определение государству для более четкого понятия, то есть, что вообще, в принципе, оно из себя представляет. Скажем так, разделили его на несколько подпунктов, что государство в себя включает. То есть, государство включает, и это, собственно, понятие такое, как Россия. То есть, Россия – это именно какая-то территория суши, то есть, страна, которая определена конкретными границами. И, собственно, в Россию также входит такое понятие, как общество. То есть, это те люди, которые ее, собственно, населяют. Второе государство, скажем так, подпункт государства, что в него входит, это государство является аппаратом управления, которое наделено правом законодворчества и правом принуждения. Хочется отметить, что только государство обладает вот этими двумя данными ему правами. И, собственно, это, как бы, определяет его некую, скажем так, роль именно в процессе управления. Также государство включает в себя такое понятие, что он является неким арбитром, который как раз определяет правила игры для всех игроков. То есть, под игроками здесь понимается как бизнес, так и общество, так и, собственно, все компании. Ну, то есть, причем при всем при этом учитывается и государственные интересы. То есть, те интересы, которые необходимы для более, скажем так, правильного развития в целом. Следующий слайд, можно? Ну, попробовали определить несколько направлений развития энергетики, опять же, с точки зрения интересов государства именно. Ну, первое, я думаю, самое основное, это сохранение территориальной целостности государства. То есть, этому будет способствовать наличие единой энергетической системы. Ну, и второе, наверное, это все-таки будет преодоление технологической отсталости в том плане, что все-таки технологию для, какие-то средства технические для именно производства энергии. То есть, мы, как правило, все-таки закупаем. То есть, сами мы ее не производим. Следующий слайд, можно? Ну, хотели вывести, скажем так, определение, что такое вообще энергетика в целом и конкретно, что такое развитая энергетика. То есть, попытались определить некие критерии, которые должны входить, на наш взгляд, в понятие развитой энергетики. То есть, энергетика, она должна быть прежде всего надежной, то есть, что подразумевает под собой, скажем так. Ну, грубо говоря, что подразумевает собой уверенность, что у нас эта энергетика, она, в принципе, будет всегда и, скажем, никуда она не денется от нас. То есть, второй, скажем так, критерий, это, соответственно, энергетика должна быть качественной. То есть, поставки должны быть энергетики, соответственно, именно в том количестве, которое предназначается изначально. Не должна никуда там уходить налево-направо, вороваться и так далее. Ну, энергетика, соответственно, должна быть доступной. То есть, регулирование тарифов, скажем так, должно именно влиять на доступность энергетики. То есть, думаю, все понимают, что если цены будут, скажем, за тот же киловатт, там, за облачный, то, собственно, доступность, понятно, что резко упадет. Можно вот помощь кого-то из коллег? Потому что про этот мунг, честно говоря, я сам не понял. Да-да, помогите. Микрофон возьми. На самом деле, ходили вокруг понятия энергетики, развитой энергетики. Честно говоря, не могли самоопределиться в группе с конкретной формулировкой, поэтому ее сюда не вынесли. Поэтому попытались определить какие-то критерии, которые могли бы так или иначе судить о ее развитии. Ну вот, эти критерии были представлены на слайде. Надежная, качественная, доступная, дифференцированная по топливным энергетическим ресурсам. То есть, представленная различными видами этих ресурсов. И, соответственно, и на этих ресурсах, которых осуществляется и происходит как раз-таки на основании этих ресурсов. Вот. Далее. Что такое доступная? Можно? Да, доступная. По крайней мере, доступная – это утвержденные, по крайней мере, на федеральном уровне дорожные карты. Дорожная карта у нас появляется в Россетей. Доступность подразумевается – это сокращение этапов, сроков, стоимости, подключения. Понятно. Спасибо. Далее, относили критерии как на экологичность и на базе отечественного оборудования. Но почему здесь была привязка именно на базе отечественного оборудования? Ну вот, с точки зрения развития энергетики, нам представляется, что если оборудование будет исполниться зарубежно, как сейчас это по большей степени представлено на рынке, то это не будет развитием энергетики, потому что мы берем чужой труд фактически и как бы на его базе строим, вводим в эксплуатацию свои объекты. Поэтому нам кажется, что вот именно критерием развитой энергетики может являться именно как раз-таки на базе отечественного оборудования, которое должно непосредственно применяться. Но вот это, если кратко по критерию. Спасибо. Все, да? Пожалуйста, вопросы к докладу. Пожалуйста. Вопрос номер раз. Докладчик оговорился или докладчик действительно, и это позиция группы, отождествляет понятие общества и понятие народонаселения? Потому что я услышал такую фразу. Общество – это вот все те люди, которые населяют Россию. Для этого есть понятие народонаселения. Так вот, в понимании группы общество – это и есть народонаселение? Или общество – это что-то немножко другое? Скорее всего, здесь просто формулировка не та выбрана. То есть вы, вот сейчас вы, да, вы назвали правильно формулировку. То есть мы подразумеваем именно народонаселение как таковое. А граждане как к этому относятся? То есть общество – это и есть народонаселение. Такова позиция группы. И ничего другого, кроме народонаселения, в понятие общества не включается. Если я не прав, а хорошо бы я был не прав. Потому что тогда вы так подставляетесь. Еще есть вопросы? Можно слайд про определение государства? Лобов Евгений, группа энергокомпаний. Я правильно понимаю, что группа пока еще просто не может определиться с позицией, то ли она народонаселение, то ли она аппарат управления? Этим населением. Нет, это трехглавое что-то просто. Это и с одной стороны общество, и с другой стороны аппарат принуждения общества. Нет, это определение государства. Это я и так вижу. А позиция группы-то все-таки. То есть она еще не определена, да? Вот Акчур только что сказал, что да. Смотрите, здесь что подразумевается под аппаратом принуждения? То есть главы Орел. Просто у нас ни один другой, скажем так, орган, именно какой-то может быть исполнительной власти. То есть исполнительная власть, это все равно, она присуща только государству. И собственно, это только она и может принадлежать к исполнению, так или иначе. То есть если, скажем, у человека есть обязанность платить за ту же электрику, но он ее не выполняет, то только государство может его принудить, скажем так, к этой плате. То есть мы исходили вот именно из этой позиции. Ну а на основании чего это все будет делаться? То есть это опять же исходит из государства. То есть у него здесь, мы же прописали, что это законотворчество. То есть законотворчество, оно неразрывно будет связано, так или иначе. В общем, определение государства и определение позиций группы, это все-таки разные вещи. Мне кажется, надо с этим определиться. Спасибо. Ну я сразу говорю, мы еще не определились. Ну я понял, я понял твою позицию. Спасибо. Можно еще обсуждение? Я не знаю, может быть я не права буду. Я думала, что государство, это, так скажем, некий такой регулятор взаимоотношений между энергокомпаниями, бизнесом, обществом и так далее, которое выстраивает правила их взаимоотношения друг с другом и в случае чего там направляет, например, инвестиции в нужные сферы, чтобы развивать энергетику и другие сферы. И в том числе через законотворчество. Ну это вот как раз, наверное, вы имеете в виду проарбитра, скорее всего. То есть здесь как раз нечто подобное подразумевалось. Или я вас не так понял? Нет, я, да, я вот именно это имела в виду, но я не понимаю, зачем здесь тогда государство, Россия, общество и все остальное. Это как бы понимаете, что вот одно государство, оно понимается как Россия, то есть как именно какая-то страна, скажем, кусок земли, обнесенный, грубо говоря, вот своими границами, да, территориальными. Просто мы с точки зрения бизнеса, когда смотрели, у нас получилось очень много проблем, которые, например, там в схемах начисления тарифов и так далее, которые говорим, что мы их не можем решить, потому что этим должно заниматься государство. Вот я и думала, что государство должно этим заниматься и решать это, сделать прозрачность нашей, скажем так, системы, экономической системы в энергетике, скажем так, и так далее. То есть, ну это просто мое суждение, не знаю. Это суждение, да. А вопросы есть еще? Да. Есть вопросы? Да, у меня вопрос, вот вы сказали такую фразу, да, Соболирима, извиняюсь, энергетика никуда не денется. Ну вот я ее запомнила почему-то. Вы действительно так считаете или это было просто так нечаянно сказано? То есть зачем нам это развивать, если она никуда не денется, она всегда была, есть, будет? Здесь как бы, может быть не то, что она никуда не денется. Да, здесь скорее всего фраза просто подобрана была, ну мимолетно как-то пришла в угол, да? То есть она не всегда будет? Здесь скорее всего про качество, наверное, скорее всего, самой энергетики. То есть она может быть на разных уровнях, правильно? И не то, что она никуда не денется, просто она будет работать, скажем, не так эффективно, как могла бы. То есть для этого-то и нужно ее развитие как таковое. Развитие качественное, правильно? Ну да. Понятно. Гаврилов, правильно я понимаю, что в пункте 3 вы не заметили логической ошибки. Смотрите, государство это арбитр, определяющий правила игры для всех игроков с учетом интересов этого арбитра. Арбитр, действующий в своих собственных интересах. Что захочу, то и наворочу. Мне нравится такое государство. Петля логическая получается, ошибка. То есть я правильно понимаю, да, что вы не заметили ее? Ну там изначально, честно говоря, было немножко другое. Вот у вас написано, это арбитр, действующий в техничесах арбитра. Нет, здесь я согласен, да, то есть все верно. Просто говорю, изначально там было не государственных интересов, там было как раз национальных интересов, то есть интересов людей, которые проживают. Вопросы кончились? Спасибо. Вопрос. Вопрос, да? Александр Лемех, а можно последний слайд? Вот. Да, вот. Я хотел спросить. Я так понимаю, что государство давно уже, ну как бы, скинуло с себя, собственно, финансирование и энергетики, и ее развитие. И в этом смысле вот этот вот список, это, ну в общем, те, как бы, требования, которые вы выдвигаете к тем, кто должен за это отвечать. Вот это. То есть какова здесь, собственно, роль государства вот в этих, в том, что здесь заявлено, то есть ощущение, что это вроде бы, ну как бы, не ваша работа, условно говоря. Да, что это делать, кто-то должен делать. А второе, вот, дескать, ну то есть вот непонятно, зачем вот это нужно осуществлять для решения той задачи, которая была поставлена на слайде номер один про обеспечение целостности страны. Так, вот, дескать, да, что вот где-то было про целостность, про важность обеспечения целостности. Непонятно, как это связано. Да. Ну это не вопрос на понимание, это вопросы группе на будущее. Ну не может сейчас группа отвечать, и докладчик не может, да, а вопросы правильные, заданные. Это, я так понимаю, вопросы-рассуждения группе, на которые ни мы не услышали здесь ответов. Ну да, но вот вопрос один за часа, вот то, что в конце перечислено, это, ну как бы, не государственные задачи, это чьи-то задачи, которые, собственно, государство кому-то предъявляет. Или как? То есть вот я не очень понял. Да, тут можно как-то определиться, да, это государство перед собой стоит, задача, что оно должно сделать для энергетики, или это… Это скорее всего, то есть это подразумевало здесь, что зачем как бы нужно следить, то есть что нужно контролировать, то есть какая энергетика она должна быть. Это пусть даже не мы, скажем так, не государство этим занимается, оно возложило эти обязанности на кого-то, но контроль за качеством той же самой энергетики, то все равно должен произвести, я считаю, государство. Суждение? Да. Спасибо, это Росислав, можно садиться, сейчас пошли суждения. Спасибо. Вы знаете, мне показалось, что этот доклад, ну, находится в самом начале осознания потенциальной роли государства, потому что даже на уровне определения мы здесь не увидели то, что государство с одной стороны противопоставлено всем другим субъектам, и в том числе субъектам возможного развития энергетики, ну, а с другой стороны, оно само предельный субъект, то есть если функции не выполняются, то значит они падают на государство априори, то значит они возвращаются в лоно государства, и в этом смысле государство это мы. Вот над этим, мне кажется, стоит поработать, и в связи с этим тогда появится функция государства или механизмы, которые под контрольное государство в сфере развития энергетики. Вот, все пока, спасибо. 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 Суждения есть еще? Пожалуйста. Пожалуйста. Владимир Ильич, пожалуйста. У меня развернутые комментарии. Если по отношению к тем группам я мог позволить себе выступать как хороший полицейский, то по отношению к этой группе мне придется выступить как плохому полицейскому. И в первую очередь я хочу присоединиться к Константину Филипповичу и обратить внимание на то, что в докладе, я не знаю во всей группе или нет, но в докладе вообще крайне слабый логический аппарат. Ну, например, докладчик говорит, в энергетику входит вот что. Ну, как бы заход такой, структурное определение, какие составные элементы входят в энергетику. Дальше совершенно классный логический кульбит, и докладчик говорит, энергетика должна быть надежной, еще как быть. На какой вопрос он отвечает? Какой она должна быть или что туда входит? Такое ощущение, что как бы с понятиями-то в группе вообще работать не собираются, и выстраивать логику доклада тоже, видимо, никто не озабочит. Почему я говорю так жестко? Потому что, с моей точки зрения, группа вообще лакирует действительные проблемы в отношении государства энергетики и заменяет ее набором красивых слов и слайдов. Что я имею в виду? С моей точки зрения, группа еще меньше, чем бизнес в двух его ипостасях, энергокомпании и просто бизнес, понимает простую вещь, что энергетика не есть рядовая отрасль промышленности, а что энергетика есть основа и главная угроза национальной безопасности. Что делает государство? Государство, приравняв энергетику к рядовой отрасли промышленности, позволяет продавать энергетические активы. Вы можете мне гарантировать, что завтра, с позволения государства, БАЭС не купят китайцы? Вы представляете, какая угроза национальной безопасности? Без нарушения территориальной целостности, без нарушения. Нарушения не будет. Они просто возьмут и положат руку на наш энергетический кран. Государство об этом думает. С моей точки зрения, государство не хочет понимать простой вещь. Если провести аналогию с человеческим телом, вот энергетика это не рука и не нога и даже не почка, которую можно вынуть и продать. Энергетика это позвоночник, это кровеносная система, это нервная система и головной мозг промышленности и экономики государства. И вы, государство, отдаете ее в чужие руки, в том числе в руки возможного потенциального противника. И после этого вы начинаете рассуждать, что энергетика должна быть надежной, доступной. А то, что вы собственными руками продаете национальную безопасность, как бы государство этот факт либо скрывает, либо не осознает, что еще. Вот вы мне простите такую горячность, но не первый раз на игре группа государства демонстрирует свое полное непонимание ни роли энергетики, ничего с ней делать, да? Ну и мы видим примерно то же самое и в реальности. Может, группе стоит переориентировать свое представление об энергетике и ее месте в системе государства? Если так, я первый буду за. Потому что выслушиваете еще раз один доклад, что с точки зрения государства энергетика должна быть надежной и пусть это делает бизнес. Она должна быть доступной и пусть это делает бизнес. Ну как бы мне уже будет скучно. Спасибо, Владимир Ильич. У меня такое ощущение, что вас сильно не хватало, ваше пламя на выступление сильно не хватало 6 ноября на парламентских слушаниях в Думе. О, 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 о! Владимир Ильич, если можно, да? Мой знаменитый тезка был мастером хлесткой фразы, да? И он любил повторять фразу Маркса. Революции, локомотивы истории. Я вот позарился на эти лавры и составил такую хлесткую фразу. Наша энергетика – локомотив инфляции. Спасибо, господи. Есть две руки. Пожалуйста. Константин Филиппович. В микрофон. Гаврилов. Значит, вот самый первый тезис, вот он, конечно, вызывает большие сомнения. То есть государство равняется, название страны равняется общество. Есть масса стран в Центральной Африке, в которых государственность не может образоваться в течение уже больше 50-60 лет. Они миллионами там мочат друг друга, только шум стоит. Поэтому, как бы, отождествлять эти вещи, даже подумайте. Ну, неспроста же в языке совершенно разные слова. Государство совсем не похоже на слово общество. А Россия тоже. То есть как-то это вот абсолютно, ну, как бы, ни на чем не основано. Если бы вы выложили основания такого отождествления, если бы вы их раскрыли, было бы с чем спорить. А тут и спорить не с чем. Но абсолютно голословное утверждение, с моего точки зрения, ни на чем не основано. Спасибо. У меня предложение. Группа может в следующие дни сделать критерии развивающейся энергетики по аналогии со странами, с экономиками? А вот если бы она... Критерии развитой энергетики мы увидели. Развивающегося государства было бы гораздо лучше. Мы бы уж за энергетику сами справились. Спасибо. Я что бы хотел сказать. Меня вообще порадовал попытка группы определить, что такое государство. Первый слайд. Но содержание, и содержание я понял, что я не понимаю, что такое государство. Но вообще-то ведь надо понять. А эта дискуссия говорит о чем? Мы все не понимаем, что такое государство. Пока. Пока. Что такое государственность? Это некая ценность наша, нашего общества, которую мы над собой для чего-то создаем? Или это некая давление, еще и над нами аппарат принуждения самими себя непонятно для чего? Вот, наверное, это не лишнее разобраться. Я понимаю, что на все нас не хватит. Но если у нас есть группа государства, то хорошо бы мы понимали, что такое государство. Зачем оно нам нужно? Для чего государство? Вот, может быть, Игорь, включишься в эту тему? Как-то нам надо двигаться. Можно как-то двигаться в эту тему? В этом направлении. И эта дискуссия, она, собственно говоря, подтверждает то, что наша страна государство ориентированная, государство центричное. И вообще для нас одним из ключевых понятий является именно наличие у нас государственности. И для русского народа характерно именно быть, жить в государстве. В этом отношении. Оно является для нас очень важным механизмом нашего вместе сосуществования и выживания в очень непростых и климатических, и природно-географических, и в геополитических условиях. Собственно говоря, мобилизуя ресурсы наши внутренние, зачастую против нашей собственной воли, наших собственных интересов и желаний на цели развития страны. Они иногда против конкретной личности могут выступать эти цели. Но очень важно, что у нас есть такой инструмент, не всегда он, честно говоря, эффективный. А вообще говоря о государстве, вот в целом, да, есть классическое понимание, что такое государство. Его дал еще в начале 20 века Макс Вебер, немецкий, кстати, социолог. И он обратил внимание, что государство есть организация, которая обладает правом легитимного насилия, в скобочках, принуждения и регуляции хозяйственной деятельности. И действительно, что такое легитимное насилие, это оправданное насилие по принуждению людей к определенным правилам, которые устанавливает, в том числе, государство, желательно при учете интереса всех остальных сторон этого взаимодействия общества и власти, общества и бизнеса, да. Ну там еще другие, там различные сегменты общества. В этом отношении государство обладает аппаратами, аппаратами управления, принуждения силовым аппаратом, аппаратом изъятия, потому что государство это единственный аппарат изъятия монопольное, который может изымать ресурсы из общества, перераспределяя их, собственно говоря, на развитие других отраслей, других сегментов, решения государственных и национальных задач, обороны. Потому что только государство может мобилизовать ресурсы на обеспечение безопасности страны. Для него это задача номер один, как государство, как аппарат, должен этим заниматься. В этом отношении, да? И государство, вот еще, если, скажем так, немножко академичности, имеет под собой основание, на чем оно строится, вот его мощь и сила. На трех ключевых монополиях. Монополиях, то есть тут не позволяется конкуренция. Если есть конкуренция в этих монополиях, значит государства у нас нет. Или оно очень слабое, несостоявшееся, как Константин Филиппович сказал сегодня. Fail the state по отношению к африканцам. Или к некоторым странам бывшего СССР, кстати. Это первая монополия на насилие. Только государство имеет право, собственно говоря, заниматься борьбой с преступностью. Либо наказывать преступников, либо принуждать к исполнению нормотворчества, которое оно как бы сочиняет в этом отношении. Только оно применяет насилие в этом отношении. Ну и там не кровь пускает, да, имеется в виду. Вы, я думаю, понимаете, о чем это речь. Второе, это фискальная монополия. Только государство имеет право собирать налоги, облагать налогами. Собственно говоря, перераспределять их в те или иные области. Только государство. И третье, монопольное, никто. Когда кто-то начинает им заниматься, то это государство слабое. Например, рейдерством, рейдерством, силовые предприниматели. Это уже как бы государство не контролирует. Частное налогообложение. Частное налогообложение. А по поводу насилия, вот в 90-е годы у нас были так называемые крышеватели, братки и так далее. У нас сегодня эта преступность есть, организованные преступные сообщества и так далее. Вот государство работало слабо, свои функции не исполняло. Потому что появились новые сегменты, которые выполняли вот эту силовую функцию государства, монополия на насилие. Решали вопросы. Тогда говорили, вот этот человек решает вопросы. Он не от государства. Он из преступной среды. Вон там ОПС, там Уралмаш, например. Государство это не контролировало. Это слабое государство. Вроде бы мы сегодня это изжили, либо изживаем на высокой стадии этого изжития. Очень хорошо. И третье монопольное. То есть первое принуждение насилия, только государство. Потом фискальное. И третье это нормотворчество и регулирование хозяйственной жизни. Государство принимает законы. И следит за их исполнением. И наказывает за отклонением от их исполнения. Если кто-то другой начинает сочинять свои законы, например, на уровне регионов, это сепаратизм, развал государства. Понятно, что центральная пара должна за этим следить. Вот три монополия государства. Я думаю, что в этом отношении, если говорить так вот академично. То есть это нам важно иметь в виду, чтобы работать с такой конструкцией смысловой, как государство, вот у нас в ходе нашей работы. Удерживать. Спасибо. Я хотел бы еще такие вещи добавить. Мне кажется, уместно отметить первое, что надо разбираться, что такое государство, и, может быть, надо продолжить это. Но я бы еще вот какую конструкцию бы предложил. Ведь группа бизнес, на мой взгляд, она довольно внятно сформулировала вещь, вот я ее совсем просто бы изложил. Развитие энергетики. Нам нужно такое развитие энергетики, которое позволяет развиваться бизнесу. Мне кажется, мне кажется, что уместна такая конструкция с позицией государства, что государству нужно такое развитие энергетики, такие изменения в энергетике, которые позволяют развиваться государству. Но тогда надо понимать, имеет смысл два слова, сочетание двух слов, развитие государства. Ну, наверное, имеет, мне так кажется. Но ведь надо понять тогда, что это такое. Вот какие изменения в энергетике, качественные, количественные, я не знаю, какие-то там, да, могут влиять на государство, помогая ему развиваться. При этом государство же вообще-то как бы рулит энергетикой, а не наоборот. Но она тогда должна создавать энергетику под свое развитие, обеспечивая свое развитие. Тут тезис прозвучал на слух, он не был записан, но, а, это говорил, по-моему, Игорь, про регуляцию хозяйственной деятельности. Это Игорь сказал, а не в докладе было. Так вот, интересно мне, регуляция хозяйственной деятельности на всем пространстве, да, географическом государстве осуществляет государство. При этом ведь есть и энергетика, да, которая подлежит тоже регуляции в какой-то мере, хотя бы там регулируемые монополии, да, сетевой комплекс. Вообще государство многое чего может делать, в том числе проводить политику, скажем, во время кризиса. Германия нам, Опель, не захотела продавать. Пятую там, по величине, компанию. А мы, сетевые активы, чуть ли не готовы продавать, генерирующие уже продаем иностранным государствам. Хорошо это или плохо? Вот с точки зрения, конечно, государственных функций, тут прозвучала фраза «сохранение ЕС как некие скрепы». И вроде бы на слух она звучит правильно. Только мне непонятно, в 21 веке скрепа, вот эта единая ЕС, она также значима или значимо что-то другое в энергетике? То есть другое качество энергетики, а не то, что наличие единой энергосистемы выходит как бы на первый план. Я поясню свою мысль, скажем, были угрозы у нас в прошлом веке, и они были реальные, угрозы войны. И там понятно, например, можно понять, почему и какая энергетика развивалась, подо что и для чего. А угрозы этого 20-го, 21-го века. Сейчас есть такая реальность, мы сегодня работаем конкретно с вопросом, который раньше совершенно не был на повестке дня. Антитеррористическая защищенность объектов энергетики. Зачем государство это делает? А государство это делает, выполняя, выпуская законы, организует очень жестко эту деятельность, и нас сейчас заставляет на уровне субъектов осуществлять вот эту работу, которая была, ну, как-то подзаброшена. У нас, кстати, в Советском Союзе были вторые отделы, работа велась, потом все это рухнуло, когда-то исчезло. А сейчас это все восстанавливается. Зачем-то? Это государство делает. Зачем-то? И это тоже изменение какие-то в энергетике, может, это не ценовая характеристика, но тем не менее. Мне кажется, вот здесь второй тезис, он начат, как бы заявлен к раскрытию, но недораскрыт. А зачем нужна ЕС, да? Вот что это такое? Похоже, здесь имеет смысл поработать. Вот что такое государство? И разговор не зря. Что такое направление развития энергетики в интересах государства? Или что такое развитие государства? И вот это, мне кажется, главное. Хорошо, что в этом направлении движение пошло, разговор начат. А по поводу последнего, вот критерия, Александр Лемех очень хорошо сказал, вы это кому предъявляете? Государство видит за собой эти функции обеспечения вот этих вот семи критериев. Или по семи критериям она меряет, как вот частник, зашедший, скажем, из Италии, обеспечивает вот эти качества энергетики или сдвигает их в эту сторону. Мы же понимаем, что сегодня ревтинская ГРЭС, скажем, гадит. Она не экологична. Вот седьмой пункт, не экологична. Что делает правительство области в этом отношении? Каким образом мы работаем с энергокомпанией, пусть они даже иностранные, пусть это мы допустили, и считаем, ничего страшного в этом нету, лишь бы деньги вкладывали. Но тогда, как по этому критерию мы работаем? Конкретный материал. Где тут роль государства? Я поддерживаю просто то, что обозначил Александр. Важный момент. Здесь весь список за государством, или только седьмой за государством, остальные мы отдали на откуп рынку, пусть конкурируют, пусть сами борются, лишь бы это соответствовало. Тут, кстати, нет, мне кажется, восьмого, очень существенного. А вот дешевизна. Я спросил доступность у Кости. Я говорю, это в каком смысле? Он мне сказал, не в этом. То есть государство как бы не интересует, сколько стоит энергетика. Но это же не может быть, да? Вроде бы как восьмой пункт пропущен. Хотя он может не сильно про вас, но мне кажется, его придется обсуждать. Стоимость энергии сегодня. Не угроза ли это? Многое чему государству и государству самому. А это пропущены, к сожалению, критерии. Спасибо. Гаврилов, значит, все-таки вот уместно ли отождествлять, скажем, понятие силы и развитости государства. То есть далеко не всегда сильное государство означает развитое. Пример. Сталинское государство было очень сильным и, так сказать, использовалось как инструмент массового деноцида своего собственного народа. То есть в этом смысле ни в коем случае его невозможно и нельзя считать развитым. Вот. То есть посредством такого рода развлечений можно двинуться все-таки к понятию развития. Хотя тема очень тяжелая, очень трудная. Значит, геноцид. Это круто сказано. Вроде бы спор закончен по поводу был ли геноцид украинского там народа со стороны государства. Я говорю, геноцид или репрессии. Тут выбирать надо слова, наверное, насчет геноцида. Выбирать надо слова. Выбирать. Если обвиняете, доказывайте. Репрессии паразитов, споривающие на геноциды. Ну, хотя бы так. Хорошо. Идем дальше. Группа общества будет выступать сейчас. Хотелось бы, чтобы мы укладывались так. Три доклада в один час, но у нас получилось пока три доклада в полтора часа. Значит, на полтора останавшихся часа нам осталось шесть докладов. Набираем темп. Меня зовут Никита Бородовский. И давайте теперь посмотрим, что такое развитие энергетики с позицией общества. Вячеслав, пожалуйста. Мы также задались вопросом, что же такое общество. И в группе мнения у нас разделились, и мы довольно долго думали о том, что такое общество. На первый взгляд, если подумать, то кажется, что это просто люди, которые населяют, народное население было сказано, но если покопать поглубже, то там уже довольно сложная тема на самом деле. И мы в итоге решили, что общество в энергетике, это будет объединение людей, вовлеченных в процесс производства, передачи, распределения и потребления, ну вот потребление у нас под вопросом, энергии на территории Российской Федерации. Ну, в принципе, ее с пределами тоже, потому что с соседями мы все-таки контактируем на самом деле. А почему под вопросом потребления? Потому что возник еще такой вопрос, влияют ли потребители, вот именно бытовые, как народное население, так сказать, на развитие энергетики? Потому что, ну, с одной стороны, вроде бы, как они должны влиять, они же участвуют в этом процессе, а с другой, ну, как, они просто сидят, потребляют энергию, как они будут способствовать развитию. И мы вообще с этим вопросом, если честно, не определились, и если у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу, то прошу их высказать. А можно упростить вот здесь, и я хочу вставиться? Если группа это обсуждала, то просто да, нет. Да, обсуждали. Чтобы понять, потому что этот кусочек потом уйдет, и мне не хотелось, чтобы уходил, поэтому я вклиниваюсь. Обсуждала ли группа в том смысле, нам все равно, нам, обществу, все равно, какие изменения проходят в энергетике, или не все равно? Да, мы это обсуждали. И как? Как разумеется, не все равно. Не все равно. Конечно. Только другое дело, а следующий момент, но мы же не можем влиять. А это всплыл-то наружу, только вот это. Да, нам не все равно, мы обсуждали. Но можем ли повлиять, но мы все равно не можем. С одной стороны, как бы мы должны на это влиять, мы же участвуем в этом процессе, мы потребители. Хотим, скажем так, да? Хотели бы, хотели бы влиять. Но на самом деле, под вопросом, мы не смогли определиться. Как это сделать, непонятно. Мы видим, что сегодня общество никак не влияет на развитие энергетики, да? Вот там, за игрой, за пределами, выигрываем и мысли деятельности, общество не влияет на развитие энергетики. Это вы утверждаете? Нет, мы этого не утверждаем однозначно. Если бы утверждали, мне кажется, это было бы хорошо. Что-то было бы сказано про то, что там у нас творится. По поводу общества и энергетики, опять же, эти кружки нарисовать. Если считать, просто вот народ и население, люди по квартирам сидят и платят за потребление, я думаю, вот их потребление сказывается не сильно или вообще не сказывается. А вот потребление, ну, там, бизнес, промышленность, я думаю, вот они влияют в более значительной степени. Еще перебью, извините. Разговор по существу. Если мы говорим, что есть энергетика и бизнес, и бизнес говорит, на нас влияет энергетика, не всякое влияние нам нравится, говорят, вот это нравится, и мы считаем это хорошее развитие. А это или плохое развитие, или неразвитие, если это другое. Оно есть тогда и другая пара, энергетика и общество. Энергетика на общество, во-первых, дает ему то, что ему нужно, электроэнергия, не в тех количествах, но в тех, которые нужно общество, вроде бы, да? Ну, во всяком случае. Но общество не всегда удовлетворено тем, как оно обслуживается вот этой сферой энергетики. Это мы зафиксировали. Группа это обсуждала. Надо было отметить, мне кажется, это и сюда вынести, что общество, с одной стороны, заинтересовано в энергетике, но получается не во всяком ее изменении. В росте тарифов, например, не заинтересовано. Может быть, кроме роста тарифов, еще какие-то другие есть интересы у общества. Если мы говорим, под общество поднимаем, скажем, понимаем в нашем населении, например, да, по поводу энергетики, тогда хорошо бы, чтобы они были как-то обозначены. И я сейчас услышал еще одно, что вот это вот сегодня, вы утверждаете, исключено какое-то влияние на энергетику общества, если мы под обществом имеем в виду народонаселение. Ну, может быть, вы под обществом еще какие-то смыслы закладываете. Я думаю, что мы сейчас тогда это услышим. Хотелось бы понять, вот это вы утверждаете, да? Мы получаем то, что получаем, не совсем то, что хотим, то, что хотим, но влиять на это все равно мы, к сожалению, не можем. Не видим как, да? Хорошо, спасибо. Продолжаем. Дело в том, что мы просто не можем рассматривать это однозначно и так само все относительно. Вот на схеме обозначено производство, передачи, потребление, распределение потребления энергии, либо просто сразу в производство к потреблению. Если у нас как бы частная генерация идет энергии, ну, дизель-генератор, там, возобливаемые источники энергии, которые там люди используют в энергии в кинем-домах. Я думаю, вот в этом случае люди могут, как бы, сами потребители, люди влияют на энергетику, развивать ее, допустим, с помощью тех же возможных источников энергии. И каждый человек может на самом деле использовать. Вот. В этом случае люди могут повлиять весьма значительно и позитивно. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Развитие энергетики, оно, в принципе, существует в том виде, вот, допустим, проведение реформы, как пример энергетики. Некоторые результаты здесь перечислены, разделение по сферам деятельности, привлечения частного капитала, запуск оптового и розничных рынков, ну и некоторые другие. Если там у группы есть, что добавить к этой теме, то, пожалуйста. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Далее мы задались вопросом, что же собственное развитие, и подумав на эту тему, перебрав несколько определений, больших и не очень, решили остановиться на довольно кратком таком, допустим, вот. Развитие – это позитивные изменения или, далее же, скорее, и переход от текущего состояния к желаемому. Вот. Думаем, это довольно краткое и исчерпывающее определение развития. Если говорить про развитие электроэнергетики, ну, вообще энергетики, то это будет, скорее, развитие, которое направлено на улучшение, на позитивные изменения не только вот в самой энергетике, но и во всех сферах, во всех системах, которые соприкасаются с энергетикой, так или иначе. Вот как была схема у группы бизнес, по-моему, да, когда вокруг предприятий были там все остальные группы распределения, вот примерно так же затрагивая сферы электроэнергетика, все остальные. И если вот мы берем общество, вообще общество, можно взять вообще всех нас, потому что вот мы сидим, обсуждаем проблемы электроэнергетики, как бы участвуем, да, но мы же тоже общество, мы пришли домой и захотелось там прогуляться по городу. А если экология испорчена, нам, конечно, прогулка удовольствия не ставит, правильно? В этом плане мы все являемся как бы обществом, которое пожинает плоды и последствия развития электроэнергетики и негативные как бы стороны. Вот, и в этом плане нужно учитывать как бы все ее влияния. Так что если развитие, допустим, в том плане, что увеличение мощностей идет, но испортит экологию, нужно ли вообще это развитие нам. Вот. Либо если количество, допустим, в каком-либо городе безработных людей довольно велико, может наоборот лучше создать какие-то предприятия, промышленности, мощности, чтобы обеспечить людей. Вот. Следующий слайд. Вот, если посмотрите на эти схемы, это как бы настоящее время, прогнозируемое или желаемое будущее. Вот. Вы здесь не увидите ни цифры, ни как бы пояснений, где что, потому что мы решили не придерживаться строго конкретики. Вот. И изобразить просто схематично это развитие. То есть, допустим, в настоящее время какие-либо негативные, нежелательные факторы и то, что мы желаем, оно составляет вот на диаграмме примерно похожую картину. И в процессе развития мы достигаем уже противоположного практически результата. Ну, вот наглядно такая картина. Есть что добавить в моей группы? Нет. Ладно, следующий слайд, пожалуйста. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Да, вопросы. Если не трудно, верните, пожалуйста, первый слайд. Ага, ага, ага. Вот, спасибо. Скажите, пожалуйста, в заголовке докладчик не видит никакой ошибки. Это именно то, чего вы хотели проиллюстрировать. Ну, вообще мы не придерживаемся какого-то однозначного мнения. Мы перебрали множество разных вариантов и остановились просто вот на одном этом. Ну, это не единственное, что мы... Я немножко о другом. Смотрите, как у вас сформулировано название. Что такое общество в энергетике? Следующий шаг. Что такое общество в металлургии? Что такое общество в виде плавильной промышленности? Что такое общество в торговле? Общество, оно либо есть, либо его нет. Это понятие общества. Что у энергетиков есть какое-то отдельное понятие общества? То есть, с точки зрения понятийной, вот то, что вынесено в заголовок, извините меня за резкость, это бред. Я думаю... Теперь, что касается дальнейшей схемы. Есть подозрение, что группа путает два принципиально разных понятия, лежащих в принципиально разных плоскостях. Субъект и общество. То, что вы написали, это объединение людей, вовлеченных в энергетические процессы. Это вообще определение субъекта. Понятие субъекта работает только в паре с понятием объекта. Субъект это то, что воздействует на некий объект. Вы это выдаете за понятие общества. С моей точки зрения, это свидетельствует о том, что такое общество по понятию, группа на сегодняшний день пока просто не понимает. Поэтому, может быть, завтрашний день посвятить пониманию того, от имени кого вы выступаете. Что такое все-таки общество? Если это просто объединение людей, ну, с этим обществом. Общество, они тоже разные бывают. Есть там открытое акционерное общество, открытое там. то есть группа путает еще и юридическую форму философское понятие общества и общенаучное понятие субъекта. Юридические формы. Спасибо, я удовлетворен, до полного не могу. Очень хорошо. Спасибо. Вопрос есть еще? Вопросы? Два вопроса. Это вопросы? Время идет. Давайте экономить время на вопросах. К суждениям можете перенести? Вопрос можно еще один? Вопрос? Да, вопрос. Можно? Можно второй слайд, пожалуйста? Да, слушаю. Отлично. Я правильно понимаю, что группа считает реформу РАО ЕС, благодаря которой развалило РАО ЕС, успешной. И все цели были достигнуты? Все цели реформы? Да. Возможно, не все мы не рассматривали здесь. Вы пишите проведение реформы, то есть развитие энергетики существует и проведение реформы энергетики. Одна из целей, например, этой реформы было снижение тарифов, тарифы не снизились, тарифы растут. Вторая цель была привлечение дополнительных инвестиций в энергетику, тоже этой цели не достигнуто. Введение РАП регулирования признано неудачным. Ну, признается, по крайней мере. Я думаю, что надо подумать так, я понял, что мы перешли к суждениям, да? Суждение же уже не прозвучало. Суждение? А зачем? И суждение сразу. Пожалуйста. Микрофон дайте. У кого микрофон? Отдайте. Нет, вот, вот, вот. Ушел с микрофона. 1-1. Вот, если бы можно было, конечно, показать еще раз последний слайд, вот, мое суждение касается того, что здесь говорится о развитии, вот, ну, не самый последний, конечно. Следующий? Да, вот этот. Здесь говорится о том, что развитие будет достигнуто в желаемом будущем и все-таки останутся какие-то негативные моменты. Мне кажется, вот этот вопрос немного спорным и его как-то нужно, мне кажется, больше раскрыть. То есть у нас развитие заканчивается и все равно есть что-то негативное? То есть мы все равно не достигли цели и мы заканчиваем на этом? Вот это мы узнаем. Ну вот, мне кажется, это спорный момент. Достигнем. Нужно как-то дальше его раскрыть. Сейчас с этого однозначно же нельзя сказать. Спасибо. Какие проблемы еще возникнут в будущем? Гречкин Сергей, у меня есть такое суждение по поводу вот схемки, которую нарисовали. Энергетика общества и их взаимосвязи. На мой взгляд, такая прослойка или посредник между энергетикой и обществом как государство. Так как, если мы воспринимаем общество как народонаселение, то в первую очередь оно должно быть защищено от того, что в какой-то прекрасный день какая-то итальянская компания сделает тариф, допустим, там 20 рублей за киловатт. Вот. И мое суждение, что и мнение, что как раз государство должно быть посредником и регулировать эти взаимоотношения. Вот это схема? Нет, нет. Нет, вот. Которая нарисована у нас на доске внизу в самом. Энергетика общества и их взаимосвязи. Все, спасибо. Все? Еще? У меня вот два коротких. в продолжении вопроса Евгения Лобова про то, что, дескать, я так понял, что общество реформу приняло, собственно, общество ну, как бы ее схавало, в общем-то, в каком-то смысле. Вот. Это первое суждение. А второе, вот про, дескать, там, где настоящее время, где-то на слайде, по-моему, на последнем, что ли, слайде. Вот. Вот, да, вот здесь, дескать, настоящее время и желаемое будущее. Вот. Мне кажется, собственно, эффективным, чтобы группа разделила, собственно, развитие, как переход от чего-то в настоящем времени, а может быть, в прошлом, к какому-то другому состоянию. Например, желаемое будущее или идеальное будущее какое-то. Мне кажется, это продуктивно. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Вопросы кончились, можно сесть. Пожалуйста. Спасибо. Илья, пожалуйста. Шевелев. Есть такое суждение, что, в принципе, до последнего, так сказать, времени считалось, что государство оказывает главенствующую роль в развитии энергетики. Я попытаюсь пояснить свою мысль. Например, мы вспоминаем план, скажем, Голл-Ро, отчасти он был направлен на то, чтобы создать сильную инфраструктуру для того, чтобы, скажем, воспроизвести оборонную промышленность. Это был чисто государственный заказ, то есть, это была идея, которая была восплощена блестящей и так далее. Все это можно везде воспроизводить. Другой пример, например, скажем, немецкий, то есть, современный пример. Например, там Германия в определенный момент времени, там 90-е годы, вдруг поняла, что она сильно зависит от российского газа и решила, что ей нужна своя собственная альтернатива. И, значит, выпустила несколько законов, проектов, которые, в общем, у них называются там законы об обновляемых источников энергии, которые дали полную свободу инициативу, и сейчас они, по сути дела, сделали возобновляемую энергетику такую же мощную, подняли инициативу и так далее. То есть, они полностью перевернули, но это тоже был госзаказ, ну, как бы то ни было. Но в то же время, сейчас, на мой взгляд, интересный слайд насчет того, что энергетика должна почувствовать новые задачи свои, в том, что на самом деле энергетика, она была всегда инструментом чего-то, каких-то задач. И, в общем-то, сейчас, в настоящее время потребителям ведь не так важны, например, то есть, все мы имеем, грубо говоря, там свет, в каком-то виде тепло, но нас уже не устраивает просто, значит, получать электроэнергию или там, скажем, просто там получать тепло, мы хотим чего-то большего. И именно общество сейчас будет диктовать как бы свои услуги и свои как бы задачи, на которые должно быть, ну, ориентирована, что ли, энергетика. Распознать ее, значит, потребности, вот эти вот задачи, которые, значит, нужны, ну, вот эти общественные, как бы сигналы, на что сейчас как бы нацелены. Потому что, на самом деле, и государственные функции тоже сменились. Если вспоминать, допустим, ну, например, так, вот роль государства же наменяется постепенно. И сейчас, вот, например, если мы говорим, что, скажем, в начале века, скажем, 20-го, еще была возможна, значит, борьба за территории, то есть скрытый конфликт для того, чтобы занимать другие территории. То есть это была одна из задач государства, значит, наступать и занимать какие-то там рубежи и так далее. Сейчас, по сути дела, к середине века это стало невозможно. После Второй мировой войны настолько все, значит, как бы стало. Осталась, наверное, другая идея, значит, захват только другой, экономический и так далее. Таким образом, значит, все настолько перемешалось, как бы, да, что мне кажется, сейчас вот функция общества, она будет, ну, так сказать, может быть, даже главенствующей. То есть вот то, именно, что нужно людям, тот уровень, там, комфорта или потребности, задачи, которые должен слышать, значит, бизнес, и должна в конечном итоге слушать энергетика, они не будут главными. То есть исходя, вот это будет главным ключом, как бы, да, если хотим понять, на что должна бы ориентирована развивающаяся, или что такое развитие энергетики, нам вначале понять, вот, что такое развитое общество, к чему оно должно стремиться, возможно, развитое государство. Спасибо. Хочу еще одно пояснение сделать, и на мой взгляд, это к завтрашнему дню. Вообще, вот эта схема, которую я нарисовал, она, мне кажется, больше важна завтра, когда мы будем обсуждать, что происходит в энергетике, с точки зрения общества. Но сегодня мы запланились, вот, Владимир Ильич сразу же ухватил, это, группа общества пошла по неправильному пути изначально, она неправильно самоопределилась. Вообще, я пока не услышал самоопределений групп. Группа общества, группа бизнес, группа государства, что они здесь собираются делать. Я понимаю, что это в какой-то мере обсуждалось, но не в той мере, чтобы, мне кажется, у группы стало ясно, что они такое, это группа, что они тут собираются делать. Видимо, времени не хватило. Я думаю, скорее всего, вот так вот. Но, тем не менее, надо же понимать, что это не доделано. Во-первых, мы не знаем, что такое общество. И группе надо, как минимум, в этой группе надо разобраться, что такое общество, что какие представления существуют у специалистов, у социологов на эту тему, да, какие определения есть, и мы чего исходим, зачем вот здесь группа, это группа общества на игре, нам для чего, мы здесь что будем делать. Теперь, вопрос такой, а что нужно обществу от энергетики? Вроде бы, которое сегодня здесь должно прозвучать. Ну, раз первая посылка неправильно прозвучала, а потом уже пошли утверждать, что с точки зрения непонятно, правда, кого, с точки зрения общества в энергетике, реформы отождествляются с развитием, и они, говорят, состоялись. Это уже очень сложно воспринимать, потому что то, что я вот сегодня тоже рассказывал по эту тему, да, там говорил Новак, что вот мы хотели сделать преобразование, определенные, реформы они называются, на самом деле назывались реструктуризация. Это другое слово, это не слово развития. Правильно ли называть это развитием, то, что произошло, как изменение, или нет? Мы еще пока не разобрались. Может быть, и неправильно, мне кажется, что неправильно. Да, изменения произошли, но если тут развитие, еще надо разобраться. Так вот, что такое общество? Раз, у меня возникает такой вопрос, мне кажется, просто логичный. А что такое развитие общества? Можно ли применить ту же конструкцию вот сюда и сказать, а нас интересует такое развитие энергетики, которое бы способствовало развитию общества? Я не знаю. Вот здесь-то я понимаю еще как-то, а здесь я не понимаю, может ли энергетика развивать общество? Если мы поднимаем гражданское общество, народонаселение, может быть, да, которое организует свои какие-то, какие-то, структурировать это, да, свои какие-то, скажем, сообщества, общества, скажем, солдатских матерей, это уже какое-то другое, в обществе общество, это что за общество? Профессиональные сообщества, которые здесь могут быть, они могут, да, первое, они могут развивать, общество может развиваться, что такое развитие общества? На это влияет как-то, энергетика на развитие общества? Или это вообще слабо связанные вещи и не актуальные, даже если есть какое-то влияние? Тогда такой вопрос проще. А что обществу нужно от государства? Общество как население или общество как профессиональным союзом или общество как к чему? Мы, например, поймем, что для населения их интересует, на мой взгляд, очень просто, мы же уже не раз об этом говорили, например, качество жизни. Качество жизни интересует. В этом смысле энергетика дают определенные составляющие качества жизни, которые мы на прошлых играх даже назвали, такой термин ввели, энергокомфорт. На самом деле на территории даже нашей области не все имеют энергокомфорт. Не только отдаленные территории, а даже рядом с Екатеринбургом расположены, где уровни напряжения ниже 200 вольт, например. Есть 150, есть и ниже, пишут жалобы. То есть даже в этом смысле можно говорить, что общество не совсем удовлетворено состоянием энергетики и тем, что оно развивается там куда-то. Но помимо интересов и запросов общества. Мне кажется, это надо как-то оттоптать. Вот проговорить, потому что это же банальные вроде бы вещи, но держать-то их в голове надо. Иначе нас куда-то понесло там, что развитие состоялось, нас все устраивает. Да нас ничего не устраивает, может быть. С другой стороны, прозвучал серьезный тезис по поводу того, что я думаю, это тезис завтрашнего дня, что общество сегодня не может влиять, не влияет, не влияет на развитие энергетики, на состояние, на развитие. Но вопрос другой есть. А может ли влиять в принципе общество? Вот этот вопрос, мне кажется, интересным. И интересным в плане именно завтрашнего дня констатации. Что значит, когда вы говорите, что мы же не можем влиять? Что это значит? Наполните это конкретным содержанием. Что значит, если вы говорите, что общество в принципе могло бы влиять? Вот этот вопрос может даже и не завтрашнего дня. Но мне кажется, еще более интересно, но сначала надо на эту ступеньку подняться. Что такое общество? Что оно хочет от энергетики? Может оно развиваться? Может оно влиять? Почему не влияет? Вот эта цепочка очень важна. Кроме всего прочего, ее нельзя, мне кажется, обойти. Я прошу обратить на это внимание и разобраться с этими вопросами. Спасибо. 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 Гаврилов, мне кажется, вот группа, первая из групп обратила внимание на субъект развития, на субъектность развития, точнее говоря. Вот, кстати, вопрос был Павла Козлова. Можно предыдущий вопрос? Будьте добры. Видимо, это да, Павел Козлов. Ну, короче, он там говорит, желаемое изменение, а кому оно желательно? То есть, если вводится представление о желаемом состоянии, значит, есть тот, кто желает. Следовательно, место для субъекта развития в определении данной группой определено. Вот, пока еще ни одна группа этого не сделала. Спасибо. Да, спасибо. И спасибо Паше Козлову. Мы чувствуем через него дыхание интернета нам в затылок. Это нас должно подбадривать. Движемся дальше. Дальше у нас осталось пять проектных групп. Я прошу прибавить темпа и лаконично высказываться по самому существу. Даже если у вас какие-то есть еще вещи, давайте мы их упустим ради собственной же выгоды. И скажем главное, чтобы и обсуждали именно это главное. Пропустите какие-то слайды, какие-то тезисы. А что главное, что вы хотели сказать на ваш взгляд? Если что, группа вас поправит и дополнил. Хорошо? Группа биоэнергетика. Группа биоэнергетика, докладчик острова Екатерина. Значит, самоопределение в группе прошло и как следствие мы выделили такое определение биоэнергетики. Будьте добры, первый слайд. Биоэнергетика. Это энергетика, основанная на возобновляемых ресурсах, таких как торф, древесина, биомасса, отходы от отхода жизнедеятельности и другие. Второй слайд, пожалуйста. Развитие энергетики – это процесс качественного усовершенствования системы, направленный на улучшение технико-экономических, социальных, экологических показателей. Мы выделили критерии развития энергетики. Модернизация оборудования, разработка эффективных схем и методов взаимодействия поставщик-потребитель, подготовка кадров-новаторов, расширение инженерных компетенций, строительство инновационных, экономически обоснованных энергообъектов, увеличение доли возобновляемых и неиссякаемых источников энергии в современной энергетике, самоокупаемость малых производств. Третье, пожалуйста. Биоэнергетика – это неотъемлемая часть развития энергетики будущего. Биотопливо – экологичный ресурс, возобновляемый, очень дешевый по сравнению с существующими, распространенный – это фермы, поля, торфяные месторождения, леса. Возможность построения автономной энергосистемы, в том числе для подключения удаленных потребителей. Наш вывод – создаваться объекты возобновляемых источников энергетики должны только там, где они действительно необходимы, то есть экономически обоснованы. На игре мы будем заниматься как раз проектом развития биоэнергетики. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Я предлагаю сразу к суждениям, коллеги. Вот сократим время. Да, сразу к суждениям. Ваши вопросы в суждения превращайте. Екатерина, тогда можно сесть. Вопрос, переходящий в суждения. У группы, по-моему, на втором или третьем слайде промелькнуло слово «система». Можно найти этот слайд? Качественная усовершенствовательность системы. Системы чего? Какой? Как группа понимает слово «система»? Если мы заменим слово «система» на слово «объекты», что-то изменится в этом пределении? В данном случае лучше заменить на слово «энергетика». То есть можно заменить, и все будет хорошо. В этом смысле слово «система»… Здесь получается развитие энергетики, процесс качественного усовершенствования энергетики, направленный на улучшение технико-экономических и других показателей энергетики. В этом смысле слово «система» для группы чужеродные, случайные и, может быть, без изъяна заменено любым другим подходящим. Мне было важно понять, может, это действительно единственная группа, у которой вообще зачатки системного мышления появились? Нет? Нет. Спасибо. Итак, есть ли суждения еще? Нету. Я услышал фразу «надо создавать только окупаемые виды энергетики». Примерно так вы сказали, да? Экономически обоснованный. Экономически обоснованный. А, экономически обоснованный. Вот-вот. То есть я понимаю так, что если вы найдете варианты развития энергетики, биоэнергетики, но экономически они не будут обосновываться, вы считаете, что да, им нет права на жизнь. Это ваша позиция будет. Да, дайте микрофон. Я просто к тому, что если вы это сказали, значит, вы тогда в течение игры этого должны придерживаться или отказаться от этого? Сказать «нет». Биоэнергетику надо развивать даже в тех случаях иногда, когда ее развитие экономически не обосновано, а обосновано неэкономическими какими-то обстоятельствами. Если она экономически не обоснована, то никто не будет в нее вкладываться, соответственно. Почему? Нет, это не очевидно. Значит, она должна быть обоснована с точки зрения социальных, экологических. А я про это и говорю. Я сказала… Социальных и экономически обоснованно или по другим критериям – социальной обоснованности, экологической обоснованности. Это же может быть неэкономическая. Объекты возобновляемых источников энергии, я сказала, с точки зрения экономически обоснованы. А развитие вообще – это технико-экономические показатели другие? Нет, ну надо создавать. Могут иметь право на жизнь только экономически обоснованные, да, виды биоэнергетики в том числе. Нет, не только, но их проще применить, и они… Тогда я вас неправильно понял, потому что надо тогда понять, если биоэнергетики есть проекты, которые экономически сегодня не обосновываются или не совсем обосновываются, как с ними быть? Их тогда на них поставить крест или сказать, нет, тут есть еще другие интересы, неэкономические обстоятельства и основания, которые заставляют нас все-таки дать жизнь этому проекту? Явно биоэнергетика. Вот я прошу об этом подумать, не сейчас обсуждать это, а просто заметь, потому что я услышал это, а экономически обоснованные, да, это-то понятно. А ведь сегодня многие проекты не идут в жизнь, именно в биоэнергетике, потому что они экономически не обосновываются. И правильно, что они тогда не развиваются или неправильно? Тогда их нужно развивать в том направлении, чтобы они были экономически обоснованы. Я предлагаю это в группе обсудить, и тогда вы скажете жестко. Нет, только экономически обоснованные виды биоэнергетики и проекты могут иметь право на жизнь. Подумайте завтра об этом. Просто я услышал это, прошу отреагировать, подумать. Мне кажется, что тут вопрос спорный. Вот об этом я хочу вам сообщить. Спорный вопрос. Вдогонку, коротенькая и безобидная реплика. А если проект экономически обоснован, а экологически вреден, что вы с ним будете делать? Тогда он не относится к возобновляемым источникам энергии. Тогда, видимо, нужно говорить о том, что должна быть система критериев, а не одна экономическая целесообразность. Вот если вы задумаетесь о системе критериев оценки своих проектов, вот я первый скажу, что вы молодцы. Вот я об этом. Спасибо. Идем дальше. Группа сотовая энергетика. Здравствуйте. Меня зовут Валюлин Камиль. Я представляю доклад группы сотовая энергетика, который сейчас, надеюсь, появится на экране. И тема нашего доклада – это сотовая энергетика в контексте развития энергетики. Можно следующий слайд? Ну, вначале хотелось бы определиться с тем, что такое мы понимаем под сотовой энергетикой. Но изначально мы пришли к выводу, что в настоящий момент сотовой энергетикой чаще называют распределенной энергетикой. То есть эти слова, по сути, определения синонимичны. И вывели четкие определения, по которым мы можем относить энергетику к сотовой. То есть первый критерий – это локальность, как территориальная в первую очередь. То есть это энергетика, расположенная, генерация, расположенная в месте потребления. Это изолированность, то есть изолированность от большой традиционной энергетики. И, разумеется, критерий государственности. Он необходим для того, чтобы не было возникновения конкуренции жесткой в сфере сотовой энергетики. И для того, чтобы ее развитие более лучше, динамично протекало. Можно следующий слайд? Ну и хотелось бы привести пример. Как и любая другая область, Свердловска имеет ряд энергоузлов. То есть это, например, Верхний Тагильский, Нижний Тагильский, Екатеринбургский и некоторые другие. Здесь они схематично изображены. То есть эти энергоузлы показаны тоже, скажем так, сотами. Но в то же время складывается такая ситуация, что вдали от этих энергоузлов возможно то, что в какой-либо деревне или селе некоторые потребители недополучают электроэнергию. То есть вообще какая-нибудь бабушка в деревне, и у нее вообще нет электричества. Она очень далеко от этих... Нет электрических сетей. Да, нет электрических сетей. Или невозможно присоединение к электрическим сетям. Или экономически не сосредообразно. И таким образом отсюда... Можно следующий слайд? Мы выводим такое определение сотовой энергетики. Это заплата на процессе развития большой и крупной энергетики. И предлагаем такую концепцию. Следующий слайд. Можно, пожалуйста? То есть в тех местах, где нету крупных энергетических узлов, уже существующих, предлагается именно развитие такой сотовой энергетики, то есть распределенной генерации, конкретно на месте потребления. Ну и хотелось бы от сотовой энергетики перейти к вопросу дня, то есть непосредственно к развитию энергетики. Можно следующий слайд? Мы выделили несколько определений, то есть в работах группы и промелькнули такие определения развития энергетики. То есть это изменения с результатом неухудшения положения всех заинтересованных сторон. То есть это значительно важно, именно неухудшение. Это модернизация, то есть замена оборудования на более мощное или более современное. Это обеспечение всех потребителей электрической энергии, удовлетворение их потребностей к прогрессу и снижение стоимости нового строительства объектов энергетики. И последнее это адекватная стоимость, адекватные тарифы и цена электрической энергии. И дальше можно слайд? Общее определение развития это определение конкретной цели и движения к ней. То есть мы можем представить развитие как некоторый процесс, то есть он у нас изображен стрелочкой, но не факт, что она такая прямолинейная, это, мне кажется, допустимое упрощение, то, что для данного случая. И если предположить, что мы находимся в начале этой стрелочки, например, то есть первым этапом для нас будет обеспечить всех потребителей электроэнергии. Мы доходим до этой вехи, и все, что помогает нам решать эту задачу, на данный момент является развитием. Следующая задача – это обеспечение прогресса, то есть не просто обеспечить электроэнергией, а еще обеспечить комфортный ее уровень, то есть необходимая мощность для каждого потребителя и так далее. После этого у нас стоит вопрос повышения надежности электроснабжения, то есть здесь уже развитие идет по другие пути развития. И уже затем, поддерживая, разумеется, все, что мы достигли, у нас стоит вопрос адекватной стоимости всего этого, того, что мы создали. Ну и в самом конце этой стрелочки, это абсолютно, то есть у нас всего мы достигли, но мне кажется, что это практически невозможная ситуация. Мы будем, можно сказать, как понятие такой математической асимптоты, мы будем приближаться к этому, но не достигать немножечко. И следует также отметить, что все вот эти процессы, этапы развития, они не обязательно идут друг за другом, то есть они могут развиваться параллельно, и мероприятия, способствующие развитию одного фактора, могут способствовать развитию другого. Ну и на этом мне хотелось бы закончить. Спасибо. Спасибо за внимание. Давайте перед вопросом, пожалуйста, присаживайтесь. Камиль, присаживайся. Переходим к суждениям сразу. Так как-то быстрее у нас идет. Суждений нету. Следующая группа. Пожалуйста. Суждения. Не могу отделаться от впечатления, что слушаю доклад 100-летней давности о запуске и делании плана Гойл-Ро. Там-то было круто. И ощущение, что идет, ставится задача электрификации. Электрификации там, вот, дескать, обеспечить всех электроэнергией и так далее. Вот не пройден ли этот этап? Нет, говорит группа, не пройдено. Дело в том, говорит группа, что электрификация всей страны еще не завершена. Есть белые пятна, есть дыры, на которые надо ставить сотовые заплаты. В этом главный тезис группы. Да, вот в этом ли сегодня главная проблематика, в общем-то, в энергетике. Смотрите, группа себя позиционировала, нашла свое место в виде заплаты. Может, звучит неромантично, да. Но, тем не менее, нужное место. Заплата мне понравилась. Да, мне тоже. Правда, не очень. Я расскажу, почему. Мне кажется, маловато претензий. Я бы сказал так, сотовая энергетика, это такая энергетика, про которую мы сами еще нифига не понимаем, но это такая энергетика, которая в 22 веке уж точно заменит настоящую энергетику. Сменит, придет ей на смену и целиком ее вытеснит. А пока сможет обеспечить всех потребителей электроэнергии, тех, которые не смогла обеспечить вот эта существующая энергетика, а кроме этого, я бы сказал, тоже уже реально, потеснит позиции реальной энергетики там, где она уже сегодня неэффективна, где она сегодня уже неконкурентоспособна по сравнению с этой новой энергетикой, где она просто плохо сегодня работает. Есть, но плохо работает. Где нет, это раз. Где есть, но плохо работает, это два. А там еще и совсем ее в гроб загоним. Как сказали немцы. Да, вот Илья рассказывал нам прошлый год. Энергетика – это хорошо, но нам не нравятся провода. Мы хотим, чтобы их не было. А как вы хотите? То же самое, только без проводов. Как у нас телефонная связь? Как там, говорит, слово. Я в лесу тут, позвони мне. В прошлом веке это было нереально, что как провода в лес потянули, грибы собирают с проводами. Нет. Сотовый телефон есть. Почему бы не помыслить вам крутую энергетику, которая всегда со мной, как сотовый телефон? Я предлагаю вам дерзновеннее еще продвигать свою идею. А то заплатка, заплатка, как-то так неромантично. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, группа на правильном пути. Успехов. Прошу прощения. У меня есть добавление. Альгруппы? Да. Мы думали о перспективах развития сотовой энергетики в контексте беспроводного доступа так же, как от сотовой выжки. Что же не сказали это? Это несвоевременный проект, надо так сказать. Пока еще много технических проблем передачи по воздуху, электрической энергии. Скорее всего, это будет лет через пять, наверное, только. Понятно. Вы выложили понятие сотовой энергетики. Это локальная энергетика. У вас распределенная, локальная, такая энергетика. Хорошо. Спасибо. Это трезво. По ТЭС или по С. Как Борис Александрович Бокарев поправляет. Это слово застолбили плавучие атомные электростанции. Надо подумать, как романтично назвать группу, может быть. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Кондратьев Павел, и я представляю группу по ТЭС. Это подземные атомные теплоэлектростанции. Можно следующий слайд? Давайте дадим определению понятию развития. Развитие – это переход от старых технологий к новым технологиям. Можно следующий? Развитие энергетики предполагает три ключевых момента. Это баланс интересов потребителя. То есть узнать, что хочет потребитель. Установить для него фиксированные цены на, к примеру, киловатт. Установить фиксированные цены. Ориентация на будущее. То есть то, что мы хотим сделать для потребителя. И модернизации новых технологий. Можно следующий слайд? Пути развития энергетики. Есть два пути развития энергетики. Эволюционный и революционный. Эволюционный метод – это модернизация действительных технологий, тех технологий, которые уже есть. И революционный метод – это разработка и разработка новых нетрадиционных способов получения энергоресурсов. Примеры проектов революционного развития. К примеру, беспроводная передача электроэнергии. Телек смотрел, там уже придумали, ученые зажигали лампочки без проводов. Уже такое было. То есть это не новшество какое-то, такое уже было. И уверен, что скоро будет. Аккумулирование, складирование, сохранение... Аккумулирование, складирование, сохранение энергии. ПТС – подземные атомные электростанции. Установка солнечных батарей, к примеру, в пустыне Сахара, без разницы, где много солнца. Полная автоматизация технических процессов, производства, робототехники и тому подобное. Вот и иллюстрация ПТС – подземные атомные теплоэлектростанции. У нас в России есть одна из ПТС, и она находится в Железнокаменске. Железногорске, да. Ну, это может он. Следующий. Цель нашей группы – это продвижение и внедрение проекта ПТС. Проект ПТС является одним из перспективных вариантов развития атомной энергетики. Атомная промышленность сталкивается с проблемами безопасности. И ПТС – это одно из решений этой проблемы. Его преимущество – это радиационная и пожарная безопасность, отказ от использования углеродов, экологичность и низкие эксплуатационные расходы. Углеводорода? Углеводороды. Все? Органического топлива, смысл, да? Да. У вас все преимущества или еще есть? Или это главные? Это главные. Все по докладу, да? Да. Спасибо. Вопросы? Счастливые. Можно немножко дополнить, начиная с первого слайда? Дополнить, пожалуйста. Да. Можно первый слайд? Просто мнение было выражено немножко неправильно нашей группы. Ну, про развитие. Развитие – это не модернизация, по нашему мнению. Это переход от старого качественного состояния к новому. То есть выход – совершенно новый уровень, который предполагает модернизацию, я согласна, предполагает, но в принципе предполагает что-то совершенно новое. То есть качественное усовершенствование. Вот, допустим, как было написано на последнем слайде, какие-то проекты, которые на первый взгляд звучат как революционные. То есть, например, один из этих проектов – наш проект по ТЭС, который мы будем в дальнейшем развивать. Вот. Это первое дополнение. Второе дополнение про пути развития, да, то, что у энергетики, у развития энергетики есть два пути, по которым она может пойти. По эволюционному и революционному. Ну, это как бы так грубо сказано революционному, да. Скорее по… Как это сказать-то? Ну, не в плохом смысле слова революция. Не все убираем старое и ставим новое, а просто качественно новое придумаем, да. Про… Ну, самоопределение у нас было, то есть мы определили нашу цель пребывания здесь, что мы будем делать. Это схема, которая была изображена, схема реализации проекта, то есть идея, она уже есть. Что это такое? Ну, сможете открыть слайд, да, где схема нарисована. Мы ее так пролистали. Следующий. Следующий. Нет. Да, вот. Ну, это было просто представление, если кто не знает, что такое подземная атомная электростанция. Вот. Это схема. То есть идея уже есть. Она, ну, не новая, но есть всего в одном городе у нас. Была… Ну, хотела реализовываться в Кушве, как я знаю, так примерно, но не была так реализована. Вот. То есть это этапы, которые нам надо пройти, ну, так, представляя, что мы их проходим, ну, то есть виртуально. Конечно, мы это все делать не будем. Вот. И наша цель, то есть объяснить, почему этот проект нужен, почему нужно его реализовать и что он даст энергетике, ее развитию и будет ли он, ну, даст толчок ли развитию. Вот. Все. Спасибо за дополнение. Оно что-то проясняет. На самом деле расставлен акцент. Будем обсуждать, нет? Пожалуйста. Ключников, Андрей. А вот у меня вот последним была фраза, вот ключевое, запомнилась так сразу. Конечно, мы это делать не будем. Ну, вот, все. Спасибо. Да, спасибо. Я тоже на это же обратил внимание. Первое, очень важно, первая группа, которая назвала свою цель. И она же от нее отказалась. Тут же. То есть я сначала смотрю, суперидея, и мы будем продвигать проект по ТЭС. А дальше и реализовывать его. До эксплуатации. А почему до вывода эксплуатации не довели? У нас много дней. Понятно. Я к тому, что совершенно не случайная оговорка, что все это невозможно реализовать здесь, здесь на игре, да? И вот хорошо бы вам тогда еще одно самоопределение сделать, а что вы здесь на игре сможете сделать? Спасибо вам за то, что у вас это прозвучало впервые. Хорошо бы, чтобы остальные группы потрудились как-то для себя определить, что они попробуют сделать здесь на игре, в рамках этой игры. Может быть, конечно, кто-то и за рамками игры что-то запланирует, какие-то действия. Я буду только это приветствовать. Но на игре-то надо определиться. Движемся дальше. Можно подарочек группе сделать? Подарочек, пожалуйста. Крутенький. Вот доклад настолько элегантен и так хорош, что его не хочется критиковать, а хочется сделать подарочек. По аналогии с сотовой энергетикой можно назвать норовая или кротовая энергетика. Илья, пожалуйста. Насчет вот, посодержа немножко тут хочется сказать. Вот мне кажется, что вот эти вот все тезисы, которые вы сказали, что она дешевая, что она экономическая, что она безопасная, это все неправда. Это все ерунда. Значит, я в это не верю. И вы сами в это не верите, и никто в это не верит. Мне кажется, что... Я верю. Кто-то верит. Значит, ну, я скажу следующее, что вот я, насколько знаком с этой идеей, да, мне кажется, вот как бы упускаете некоторую важную вещь. То есть, чем сильна атомная энергетика? Это абсолютно уникальная как бы разработка. То есть, сами представьте, реактор, совсем маленький там куб, как бы, да, установлен на подводной лодке, которая стержень опускает, как бы, да, тут же возникает там 100 мегаватт, она набирает скорость, уходит там от линкора, и дальше, собственно, стержень опять убирает, но абсолютно уникальная штука, как бы, да, абсолютно локальная. Она может использовать локально. Вот это самое главное, как бы, ее достижение. То есть, забрасывая ее куда-то, как бы, да, в те места, где невозможно другими способами что-то добывать. То есть, вот сила вот этих вот, на мой взгляд, вот атомных проектов, как бы, да, в том, что… в связанных продуктах, то есть в том, что можно добывать что-то, что другим способом добыть невозможно. Скажем, разрабатывать месторождение, которое сейчас лежит но недоступна современной науки как бы да и техники а с этой вот с локальной штука которую можно забросить там установить это можно выводить мне кажется вот и не знаю вы знакомы с этим или нет просто я хочу с вами вот это поделиться своим своим суждением потому что я сам участвовал слушаниях вот этих потеска куда и как раз таки я понял что напрямую окупаемость посчитать атомной электростанции вот такой вот она не купится то есть это будет экономически всегда неэффективно всегда по баэс будет там вас делать там на 1 как бы это газовый любой генератор не говоря уже другом что он туда но у него есть вот это говорю от абсолютно как бы уникальная технология которая позволяет там опреснять воду в пустыне например там где нет ее как бы да и невозможно ничего сделать или забросить куда-то на берег ледовитого океана добывать там рыбу там или еще что-то три места рождения добывать в той части сибири в которой сейчас не проложены просто пути сообщения в общем это уникальная технология я спасибо за суждение и я понимаю что порождение порождать сомнения мы должны но мне кажется все таки тут надо сделать замечание и вот поэтому посажу я не верю не в это 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 и в том числе там прозвучало слово безопасность экономичность была развернута развернута в чем если мы все посчитаем я принимал участие даем все посчитаем то возможно со всеми затратами атомная энергетика не так дешево как она сегодня кажется да это так и гидроэнергетика если мы все посчитаем она будет дороже чем мы сегодня имеем с нее к и стоимость киловатт-часа это я с этим тоже готов согласиться но если мы сравним атом электростанцию которая стоит на поверхности земли и атомную электростанцию которая в 50 метрах над под поверхностью земли находится на предмет безопасности в чью пользу будет безопасно например от падения летающего объекта илья в чью пользу а сколько скольки тонного аппарата летательный выдерживает баэс боинга это бэн 800 и сколько это стоит да почему сто тридцать пять миллионов помощь сейчас уже натикало на побои на 4 миллиардов вернее да то есть посчитаем вот ваши все это будет дешевле конечно я говорю про безопасность просто но вот это я услышал в докладе я просто к тому что когда мы говорим что я усомневаю хорошо бы основание усомневания тоже предлагать потому что например я по поводу безопасности вот поспорил вот таким образом ну просто очевидно и атомный и не атомная электростанция пульни в нее крылатой ракеты и что с ней станет и с нами да по поводу безопасности я не вижу не вижу конкурентов близко рядом с подземными аэс а подземными могут быть только а с не гэс не в с ветровые да не тепловые электростанции не могут быть подземными в этом уникальность мне кажется то есть а по другим и я бы даже не спорил там конечно деньги еще никто толком не посчитал тут вопросов нет хотя обещают три центра калача можно реплику в эту же сторону да если я вру меня либо правит сколько я понимаю этот проект возник в таком контексте были для определенного типа подводных лодок заготовлены эти реакторы они уже готовы и вот если их просто передают на баланс строящийся это одна стоимость а если их заказывают это другая стоимость и вот кушвинский проект если я правильно помню исходил из того что им передадут безвозмездно морской флот эти реакторы поэтому наверное илья совершенно прав когда говорю если посчитать все фиг его знает окупится она или нет но правы и вы при определенных условиях если армия пойдет на то чтобы передать да то несколько локальных станций наверно может то есть тут важен контекст вот не в память вот такой контекст спасибо большое владимир я думаю тоже вы если вы начинаем на эту тему рассуждать то мы знаем экономисты считать что прошлые понесенные затраты уже можно не считать ведь гигантские затраты на неокр на создание инфраструктуры завода по производству этих реакторов они уже понесены их надо просто использовать и это согласишься это то вот как бы в пользу подземных реакторов да спасибо ну микрофон на счет системы ценностей да от немцы сказали мы никогда не будем строить атомные электростанции как бы дешево не были потому что мы знаем что они очень опасны да это верно тут это правильно замечаешь правда чехи сказали а мы посмотрели на стоимость их электроэнергии мы никогда не будем закрывать свои атомные станции мнение разошлись хотя соседи а дальше идем группа ямал урал добрый вечер группа номер четыре проект ямал урал докладчики из могилов андрей и меньшиков и елена значит для того чтобы правильно определить направление работы нашей группы мы постарались дать два определения первое энергетика эта система преобразования природных ресурсов в энергию для нужд потребителя и определение развития развития это бесконечный процесс совершенствования здесь мы хотим подчеркнуть что он именно бесконечный дальше маленькое отступление по поводу проекта ямал урал по поводу проекта ямал урал ветроводородная энергетика и димитил эфир это проект который уже витает в воздухе не один год и не два и вот в этом году обсуждался экспертным сообществом суть его если очень кратко состоит в том что на ямале существует крупнейший один из крупнейших в мире ветропотенциал и можно использовать этот ветропотенциал для производства нового вида топлива это димитиловый эфир который может как сам выступать топливом для двигателей так и может служить сырьем для химической промышленности и дальнейшего цикла почему идет именно эта связка ямал урал потому что этот потенциал как я уже говорила обладает ямал для производства димитил эфира необходимо большое количество дешевой электроэнергии для электролиза то есть обсуждались вопросы и вставал у нас в группе вопрос почему бы нельзя построить тоже завод по производству димитил эфира у нас в области вот под екатеринбургом хоть и производить его данном случае это димитил эфир будет просто золотым а именно этот проект о котором мы говорим он поможет нам достичь тех критериев развития мы надеемся что он поможет нам это сделать развитие энергетики о которых вот сейчас андрей еще расскажет значит по сути дела весь наш сегодняшний день был занят самоопределением группы и этих самоопределений получилось у нас два вот если возвращаться к модели игры к тому треугольнику который рисовался с утра мы попытались найти в этом треугольнике среди остальных групп свой проект то есть чем мы являемся в модели этой игры и пришла такая идея в голову что самоопределение группы будет таким либо наш проект то есть наша группа это будущее либо это не будущее то есть поясню в том случае если если этот проект будет являться развитием то есть положительном смысле то это будущее энергетики а если он будет не будет являться развитием значит он не будущее для того чтобы это определить мы составили табличку такую критерии развития энергетики то есть под критериями развития мы понимаем возможность выбора источников энергии возможность резервирования источников энергии стимулирование научно-технического прогресса повышение человеческого потенциала прозрачность технологий осознание и эффективность использования ресурсов улучшение экологии развитие приму промышленности развитие экономики замена невозобновляемых источников энергии возобновляемыми и поддержка государством стратегических проектов можно дальше назад можно а следующий можно слайд значит для того чтобы определить является являемся ли мы будущем или не являемся мы будущем мы постарались оценить эти критерии с точки зрения положительных или отрицательных положительного или отрицательного аспекта то есть мы попытались представить энергетику в том случае если проект уже реализован и рассмотрели данные проекты то есть в том случае если он же реализован значит получилось следующее возможность выбора источников энергии является положительным то есть при появлении нового источника энергии диметил эфира у нас может быть альтернатива выбора то есть чем пример ту же электростанцию блок питать либо газом либо диметил фирм второй пункт вытекает тоже из первого это возможность резервирования источников энергии то есть поскольку диметил эфир можно использовать в различных сферах в том числе и в автомобиле в автомобильной сфере в качестве топлива и во многих других в отоплении и так далее мы можем так это же также потребитель может выбирать к примеру что использовать и резервировать данные источники затем стимулирование научно-технического потенциала прогресса тоже является плюсом поскольку производство то есть строительство этого завода и производства диметил эфира влечет за собой развитие других технологий попутных это то есть чтобы эти технологии тоже развиваются и соответственно это влечет к развитию прогресса далее повышение человеческого потенциала также является плюсом то есть поскольку появляется новая отрасль и соответственно нужны кадры для обслуживания нужны учреждения где будут обучаться эти кадры прозрачность технологий значит этот аспект рассматривался следующим для того чтобы считать этот проект развитием конечный потребитель диметил эфира примеру должен понимать в чем плюсы этого топлива то есть для него должна быть открыта информация в чем плюсы если он будет понимать эти плюсы и будет использовать данное топливо у себя значит мы будем его вырабатывать и соответственно этот завод будет то есть если нет потребителя этого нет смысла строить следующее осознанность и эффективность использования ресурсов но группа считает да пришла на помощь группа считает что опять же возникал вопрос а может просто будем газ сжигать ну хорошее же топливо и никуда мы от него не денемся газ это у нас много но и в конце концов для диметил эфира тоже газ используется но нужно понимать что ресурсы углеводороды они исчерпаемы и здесь мы дальше будем говорить я сразу затрону несколько пунктов замена невозобновляемых источников возобновляемые и тут еще было по научно техническому прогрессу если мы отказываемся от идеи дмэ то мы никогда не получим условно некий продукт x который будет задумая то есть если мы остановимся на газе и говорим что все хорошо мы дальше не шагнем и из этого же вытекают вопросы человеческого потенциала и научно-технический прогресс если мы не говорим а б мы не скажем я думаю что в этом ключе нужно разговорить по шестому пункту я закончу с плюсами и скажем о минусе который вот здесь присутствует по седьмому пункту по экологии развитие промышленности развитие экономики оно будет вестись не только в сфере энергетики не только с помощью энергетики но и с помощью так называемого побочного производства попутного производства за счет развития технологий и за счет производства тех же ветряков то есть это такой пункт комплексного развития государства и поддержка государством стратегических проектов здесь наверное нужно сделать такую птичку галочку именно стратегических проектов направленных на развитие то есть если государство поддерживает просто замену лампочек во всех цехах, как сегодня приводили пример, ну да, они энергосберегающие, а это развитие. А вот если мы поддерживаем, допустим, такой крупный проект, серьезный, как, допустим, диметил эфир, то здесь мы, наверное, уже думаем стратегически и думаем наперед. Ну и вернемся к седьмому пункту, к этому минусу, который тут по большому счету всю малину-то и портит. Это экологический вопрос. И, к сожалению, вот мы столкнулись с тем, что он пока слабо проработан. То есть, с одной стороны, да, использование возобновляемой энергии, ветропотенциал, это замечательно. А с другой стороны, мы устанавливаем огромные ветряки по северу. Как это изменит климат? И не будет ли итог того, что просто сметет всю Швецию и растопит, значит, нам все остальное? Мы получим чистую энергетику, но получим природный катаклизм. И в связи с этим, вот если посмотреть по простому большинству, да, замечательно, вроде по всем пунктам проекта развития, а не перевесит ли этот минус? И для себя мы вот сделали такой подвывод, да, я думаю, что он будет еще редактироваться, возможно. Диметилэфир будет проектом развития энергетики при условии того, что вот эти экологические риски не превысят желаемую выгоду. Следующий слайд можно? Ну и заключение. То есть группа самоопределилась, но, к сожалению, из двух самоопределений пока не смогла выбрать, все-таки плюс это или минус, будет развитие или нет. У нас все, спасибо за внимание. Спасибо. А скажите, у вас самоопределение в слайд оформлено, я не видел его? Слайди. Его нет. Нету, да? На слайдах нет. Да, вот так, к сожалению. Я услышал, что самоопределение есть, но не увидел его в таком виде. Хорошо. Спасибо. Суждение. Присаживайтесь. Пожалуйста. Радун Игорь, у меня такое суждение. Дело в том, что обсуждались проекты, например, ПТС, например, для меня ПТС это не мегапроект, но я его не воспринимаю мегапроектом, это вот для оригинального, может быть, проектирования. А вот ДМЭ, ВВВ, деметиловая экономика, это, конечно же, очевидно, огромный мегапроект для страны, для всего общества. И мне очень важно, чтобы мы понимали цену как бы любого преобразования, например, цели, а цена, я сказал, цена. Цена, например, реформы энергетики для тех, для тех, для тех, для страны в целом. И реализация этого мегапроекта тоже должна как бы быть просчитана с точки зрения цены не только в плане денег, а в целом, что это принесет обществу. Потому что перенапрячься можно в такой степени, что мы потом окажемся в разбитого корыта. Ну, как бы такая угроза есть. Считать надо, конечно, да. Но сейчас мы обсуждаем на качественном уровне. Мне показалось, кстати, вот реплику вставлю по поводу экологии. Я понимаю, что те, кто знаком с этой тематикой, они знают, это приведено в публикациях, которые посвящены вот этой теме, что весь мир бурно развивает ветровую энергетику. И темпы уже колоссальные сегодня набраны, мощности просто колоссальные тоже набраны, и перспективы тоже потрясающие. А одна Россия стоит на месте и думает, а вдруг это не экологично. Я замечаю просто странность того, что весь мир почему-то считает, что экологично. Или мы должны сказать им, ребята, вы не развиваете ветровую энергетику, это нельзя делать. Или мы должны тогда себе тоже это позволить. Тем более, если у нас такая гигантская кладезь есть. То есть с этим надо разобраться. Или точнее проговорить, что вы имели в виду. Весь мир строит гигантскими темпами, а мы себе не можем позволить из-за экологичности. Тут что-то недосказано. Так, что еще? Нету больше суждений? Хорошо, спасибо. Движемся дальше, времени у нас мало. Умная энергетика. Хотелось бы, чтобы ваше самоопределение завершилось какой-то внятной идеей, что вы будете здесь делать. Умная энергетика, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Винокуров Кирилл. Я представляю группу номер 5. «Умная энергетика». Мы определили развитие энергетики как повышение эффективности, удовлетворение потребностей общества и экономики. И исходя из этого, у нас повышение эффективности вылилось в 5 направлений. Первое – это разработка инновационных технологий и их внедрение. Второе – повышение безопасности производства. Из первых двух у нас вытекает повышение квалификации рабочих, улучшение технологий финансирования и усовершенствование законодательной базы. И вот в качестве примера реального проекта оптимизации системы приведен реальный проект. У нас в группе сегодня был специалист кассхолдинга, и он, к сожалению, до вечера он не остался, и он нам рассказал реальный проект оптимизации системы теплоснабжения города Екатеринбурга, который отвечает как раз всем этим направлениям. то есть он состоит из трех этапов. Первый – это аудит, вторая – это разработка программы модернизации, третья – реализация мероприятий. В чем его суть? В том, что правительство и деньги за первый этап платятся правительством РФ, областным правительством и кассхолдинг. Остальные два этапа реализуются за счет Министерства технологий Германии, банки и производителей технологий Германии. То есть за их счет привлекаются дешевые, ну под низкий процент кредиты, и получается этот кредит дается нам. В результате за это все, конечно же, платит население, и отдает этот кредит. Нам – это кому? Чего? Нам кредит дается нам – это кому? Ну, деньги, которые получены в этот кредит Министерство технологий Германии и производители технологий Германии вкладывают в нашу разработку программу модернизации и реализации мероприятий, которые мы им в результате все равно отдаем. Ну, кто получает деньги немецкие? Ну, вот производители. Немецкие же. Ага, понял. А то просто нам, нам немцам, я понял. Ну, извините. У меня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу садиться. Вопрос. Можно? Вопрос. Тогда прошу не садиться. Ага. Коллега действительно думает, что вот этот проект оптимизации системы теплоснабжения можно отнести по ведомству проектов развития? Или я чего-то тут сильно не понимаю? Даже чисто терминологически. Оптимизация системы. То есть удержание ее на этом уровне, просто ухорошение. Вы это хотите выдать за проект развития или я вас неправильно понял? Ну как, это немецкая промышленность будет развиваться. И немецкие технологии, и немецкие банки тут заработают. Для них, для немцев это проект развития. А для нас. Яркий пример развития. Сегодня он типичный для России. Во-первых, тут идет внедрение инновационных технологий, которые нам предлагают производители, технологии Германии. Во-вторых, вот как нам сегодня наш коллега по группе объяснял, то что производство тепла – это очень низкое рентабельное производство и в результате у кэсхолдинга не хватает денег на то, чтобы вообще залатывать дыры. Вот за счет этой схемы и получается внедрение этих инновационных технологий. То есть внедрение этих технологий столкнулась с проблемой нехватки финансирования. Так в этом случае это просто способ выжать из немцев деньги под задачки кэсхолдинга. Причем тут проект развития энергетики? Ну, потому что… Давайте уж называть вещи своими именами. Если это, скажем, частная схема выжимания денег из немцев, ну, слава богу, я могу присоединиться, но не понимаю, при чем тут проект развития энергетики Свердловской области. Ну, потому что технологии все равно внедряются у нас и все равно эти деньги пойдут в тариф и за них заплатят… Ну, заплатят все равно… Мы-то заплатим там мы, это кредит, а заплатят там мы, пользователи этой тепловой энергии. Только еще вопрос такой, а что за технологии имеется в виду, вот в чем там чудо-то технологическое, чего мы сами не можем? К сожалению, он… Он ушел и не сказал. Какие-то там технологии. То есть там, наверное, трубы квадратного сечения. Фамилия этого странного человека, который подкинул нам этот проект, не Мавроди? Нет. Еще один вопрос к нему же. А активы, которые создаются, они где будут регистрироваться? Это вот тоже уже тонкости, которые… Тонкости, которые он не рассказал. А там Мавроди, точно так. Да? Пожалуйста, пожалуйста. Микрофон дайте. Ну, вопросы кончились, суждения пошли, да? Нет, про вопрос. Вопрос? Вопрос. Ну, тот же самый, про вот все, что разработается вот на этом этапе. Кто в итоге получает это? На ком это регистрируется? Ну, как регистрируется или кто? Мы или немцы? То есть они вложили деньги, им зачем-то вкладывать деньги? Они вкладывают деньги в нас, и мы пользуемся этим. Они вкладывают, просто мы пользуемся, а зачем они вкладывают? Ну… Они дают кредит. Да, у них есть доступ к дешевым европейским. А ты просто говоришь, что вот первый этап, вот аудит, где платит правительство, областное правительство, кассхолдинг. Второй, ты говоришь, этап платит Германия. Так не, она платит, мы платим, мы же кредит берем. Мы все равно платим. Мы не можем взять под такой процент. Насчет мы, там непонятно, там мы запутались. Я говорю, кто мы? Немецкие производители оборудования получают немецкий кредит, а мы потом за это все рассчитываемся. Мы везде платим, а Германия получает процент из кредита. Вот выгода такая. Правильно, Патяна? Там не ясно, там не ясно. Ну, это же человек же не представляет. По сути, мы не можем взять процент, мы не можем взять кредит под такой низкий процент. То есть, допустим, там 1% и 2%. Не можем. А, нет, тут низкий кредит. В немецких банках мы не можем. У нас нет возможности вообще никакой из этого хоть как-то выйти. А технологии будут немецкие, да? Да. Понятно. И имущество будет немецкое. Собственно, активы. Спасибо. Суждение, пожалуйста, прошу садиться. Суждение есть? Ну, у меня есть суждение, как бы вот тоже резюмирующие, наверное, все вопросы. То есть, вот из этого примера, как бы непонятно, даже не берусь сказать, там развитие было, не было, потому что как данный проект помог перевести энергетику на какое-то качество новый уровень, тут про уровень технологический или еще какой-то вообще ничего не сказано. Только про финансовые схемы, ну, в общем, не знаю. Можно еще одно суждение? Ну, мне кажется, вот на данном слайде больше изображена схема того, что называется энергосервисный контракт. Когда мы внедряем какую-то разработку, а заполученные от экономии деньги ее окупаем. То есть, или отдаем проценты по кредиту и сам кредит. То есть, я, например, кажется, здесь нет ничего такого, чтобы было связано с умной энергетикой или с развитием. То есть, это уже отработанная схема. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, Илья. Можно вот начало, самое слайдок, где вот там были как бы это, второй, по-моему, слайд. Вот, да, по-моему, вот это вот. Что такое развитие энергетики? Мне кажется, не хватает вот в группе как бы понятия, что такое умная энергетика. И вот это вот, ну, какой-то разворот у меня чуть не хватило. Потому что, на самом деле, название-то интригующее. Это термин достаточно новой умной энергетикой. Мне кажется, что он достаточно перспективный. Потому что, когда стали разбираться вроде бы с простыми вещами, оказалось, что они совсем не простые. Например, вот как сказать, начали разбираться, скажем, с теплоснабжением. Вроде казалось бы, чего уж там такого сложного. Вот теплоснабжение, теплоснабжение. Но, тем не менее, значит, вот сейчас, например, такая тема пошла, как бы, да, что, например, ну, я думаю, что каждый из вас знает, что он употребил, ну, как сказать, вот энергосбережение, мы говорим, допустим, бытовое, да, на самом деле 70% – это наше тепло. То есть, как на самом деле мы платим 70% только за тепло. Вот ваш чек вы это проанализируете. Поэтому, если, значит, немцы говорят, если сэкономить 10%, это будет уже существенно для каждого. Тем самым, значит, можно, значит, они приводят такой пример, говорят, ну, хорошо, говорит, вот сейчас, скажем, возьмем машину там, ну, конь, BMW, например, 40-летней давности и теперешняя. Это абсолютно другой автомобиль. При том, что его характеристики ходовые, там, двигатель, он не сильно изменился, а в основном изменился климат-контроль, вот дизайн, именно вот все такое. А если мы возьмем, значит, современную квартиру тех времен и теперешней, даже немецкую, она будет почти такая же. И говорят, а почему так? То есть, они говорят, а потому что нет умной энергетики, которая позволяла бы так же комфортно, так же, как бы, классно этим всем управлять. И вот это вот, там, говорит, что за этим, как можно, революционное будущее, именно за тем, что внедрять счетчики, внедрять вот какие-то такие штуки, как бы, да, которые, как бы, казалось бы, это не полет в космос, как бы, да, это что-то такое, как бы, земное, но оно, как бы, очень сильно, серьезно влияет и в последующем повлияет на развитие людей. Поэтому, вот, мне кажется, что ход, вот, продуктивный был бы для группы, попробовать разобраться, что такое вот умная энергетика, что в этом, как бы, смысл вкладывается, и тогда, может быть, вот, как бы, отойти от этих, ну, каких-то, там, вот, пересказов, там, чего-то такого, а именно, вот, попробовать сами подумать об этом. Мне кажется, очень интересная тематика. Очень было бы, ну, жалко, если бы группа, так сказать, сдулась и, как сказать, пошла бы по ложному пути. Спасибо, Илья. Я поддерживаю этот тезис. Да, пожалуйста, Владимир Ильич. Умная энергетика. В порядке юрничества. Я понял, чем умная энергетика отличается от безумной энергетики. Если это умная, то остальное безумная. Умная энергетика умеет у немцев взять под один процент, а безумная нет. Вот если это вывод группы, я их поддерживаю, я к ним примкну, я тоже хочу под один процент. Спасибо. Что я хотел бы тоже отметить. Позитив вот в этой группе, группа «Умная энергетика», она, мне кажется, сделала попытку объединить, синтегрировать наши разговоры по поводу того, что такое развитие энергетики. Я услышал тут такую фразу. Развитие энергетики – это удовлетворение потребностей бизнеса, общества и экономики. Вроде бы так. Ну, так, да? Ну, написано в такой формулировке нету, а так я плохо вижу. А с луджава-то, мне кажется, так. Так, да? Мне кажется, что тут… Совсем так. Повышение эффективности, удовлетворение потребностей. Повышение эффективности, удовлетворение потребностей. Чего? Кого? Энергетические потребности, общество и экономики. Потребности общества и экономики. То есть мы исходили из того, что удовлетворение потребности, оно как бы, ну, хорошо, ну, в общем, оно и происходит и сейчас. Развитие – это именно повышение эффективности удовлетворения потребности. Повышение эффективности удовлетворения потребности. Спасибо. Просто я к чему прицепился, что здесь были собраны разные контрагенты, которые работают с энергетикой или пользуются ее услугами энергетики. Общество, экономика или общество и бизнес. Мне кажется, что если бы чуть-чуть вы еще договорили, было бы совсем хорошо, скажем, я бы сказал так, не удовлетворение потребности, а в интересах бизнеса, общества и государства. Поскольку выступала группа бизнес, сказала, что развитие энергетики – это то, которое в интересах развития бизнеса. И мы с этим вроде согласились, вот это взяли на вооружение. Возможно, государство способно подойти таким же образом, потому что они уже и говорили, что, например, нас интересует такое развитие энергетики, которое обеспечит суверенитет страны. Если это с помощью энергетики важно, то нас интересует именно такое развитие энергетики. И если общество, да, самоопределилось, нижняя схема, мы говорили, если бы они говорили, что развитие энергетики нас интересует то, которое в интересах общества, например, да, то эта группа умная энергетика, вот это взяла и обобщила итог нашей сегодняшней работы. Если бы мы говорили, что это такое развитие, которое в интересах общества, государства и бизнеса, или экономики, если так понимать это. Только вот удовлетворение потребностей и в интересах – это разные слова. Мне в интересах ближе, потому что удовлетворение потребностей мне представляется вот чем. Здесь был пример, и мне кажется, пример неадекватен этому тезису. Неадекватен, вот почему. Я ведь не знаю точно там деталей, да, автор, к сожалению, сегодня занят другими делами, более важными делами, да, естественно. Поэтому мы его непосредственно не можем спросить, и мы понимаем, что человек, ну, не виноват в том, что он не может транслировать полностью смыслы, а интрига какая-то есть, и есть разные сейчас проявления вот этих вот иностранных инвестиций. Многие из вас, наверное, слышали и, может быть, читали книгу Паршева «Почему Россия не Америка». Он приводит пример. Вот приезжает какой-то инвестор и строит тут завод по производству пепси-колы. Он строит тут завод, подводит к нему воду, завозит из Америки порошок, продает. ...воих интересах только. Тут надо разбираться. Понятно, что город вроде тоже должен что-то выиграть, кто что выигрывает. Но здесь уже прозвучало, под низкий процент, под низкий процент нашим фирмам не дают, а немецким дают. Они свои технологии могут нам продавать, мы же рынок, благодаря использованию низкого процента. Тут бы надо разобраться, что тут, в чем тут фишка-то. Почему вот там это работает, а мы у себя не можем низкий процент взять. В чем дело? И тогда я бы сказал так, развитие энергетики в этом примере, похоже, возможность есть такая, идет в интересах немецкого бизнеса, немецкого, скажем, финансового бизнеса, немецкого промышленности. Ну и может быть еще и население Екатеринбурга, может быть оно выиграет от этого, например, в тарихах или надежности, может быть и так. Но только целая картинка, которая только что нарисована, она вот сюда не укладывается. Например, когда не все интересы нашей страны соблюдаются, а, например, технологический суверенитет, когда нам ставят цифровую подстанцию и говорят, а сюда не лезьте. Это черный ящик, это вот цифровой черный ящик, сюда не лезьте. Это вот от фирмы, открывать нельзя. Или на Сугресс General Electric специалисты тестируют турбину, наладку ведут и получают там режимные карты по интернету из Америки, они закрыты, черный ящик, сюда лезть нельзя. Мы вам продали турбину, но мы не продали вам право открывать ее и в ней шурудить, как вы привыкли делать это в своих. И этот момент, ну с ним надо разобраться, это нормально или ненормально. Вообще-то мы вроде бы автомобили свои сами уже не ремонтируем, как раньше. Здесь есть что-то, что недопонятно, мне кажется, в чьих интересах вот такого рода. И есть ли это интересы государства или есть тут какой-то ущерб интересам государства, когда мы покупаем хорошие западные технологии, там даже не называют какие они, мы им пользуемся, как черным ящиком. Вроде бы все хорошо, как мальчишки и бальчиши. И все вроде бы хорошо, но что-то нехорошо. Вот на это, мне кажется, надо обратить внимание. А если у нас есть такая интегральная формула, и мы к ней сейчас тихонько подошли, что такое развитие, которое в интересах и государства, скажем, его безопасности, и общества, удовлетворения его потребностей, и экономики нашей, развития нашей отечественной, турбиностроения, трубостроения, теплотрассстроения, а ведь тут будет что-то не наше, поэтому надо понимать, мне кажется. Вот удовлетворяется этой формуле, которая очень близко подошла группа, собственный же ее пример. Спасибо. Еще один последний доклад. А, пожалуйста, пожалуйста, Илья. Вот тут вспомнили, вот интересный пример, энергосервисный контракт, если как бы к этому вернуться, да? Вот, казалось бы, простая как бы штука, так? Вот выступает Николай Семенович Смирнов, да? Правильно назвал? Значит, министр энергетики говорит, вот у нас проблема в том, что тарифы не позволяют, скажем, менять, там, модернизировать сферу ЖКХ, потому что, значит, требуются большие деньги, денег не хватает и так далее. Значит, задают вопрос, ну, например, а скажите, а вы знаете, какие технологии? Он говорит, знаю, какие технологии. Надо, значит, заменить насосы, значит, надо заменить котлы на более другие, как бы, да, более экономичные, и это даст эффект. Ну, я спрашиваю, а сколько окупаемость? Ну, окупаемость достаточно большая, там, 5-7 лет. 5-7, я думаю, 5-7 лет, почему большая окупаемость, если эффекты хорошие? Почему не взять кредит на 5-7 лет, откупить его и так далее? Скажем, механизм энергосервисных контрактов. Вот в отдельности каждый элемент вроде простой. Заменить насос, это даст эффект, потом этот эффект отбить, взять кредит в банке, заложить его туда. Но в целом эта схема не работает. Почему? Потому что нет, как бы, взаимосвязанной структуры, которая позволяла это производить. Нет такого на сегодня субъекта или бизнесмена, который бы сказал бы, я беру на себя все риски, я готов, значит, решить вашу проблему, я беру вот это все и реализую полностью. Ваша проблема только в том, чтобы отдать мне те деньги, которые вы платите за тепло, и через 5 лет я вам вернусь те же самые деньги и так далее. Этот никто не берет. Это я называю умной энергетикой. Это как бы умное решение. Оно же из чего складывается? Это несколько простых каких-то элементарных вещей, современными средствами использования. Мне близка тема, скажем, финансовая, я про нее рассказываю. Может быть другая схема, как бы, да, там какая-то информационная, еще что-то такое, которое позволяет это решать. Но тем не менее, это вот, как сказать, последовательное использование современной технологии, она дает вот это вот умное решение. Потом Данилов часто выступал, его спрашивают, а в чем же там Гойл-Ро современный там, в чем вы видите, значит, вот этот суперпроект там России-то, в чем он состоит? Он говорит, это очень просто, надо научиться экономить, экономить энергию, например. Если мы научимся, это будет, ну, колоссально, это огромные деньги, это миллиарды рублей, это поистине там золотой колондайк, причем никто-то не зарабатывает на этом, это просто теряется, это просто, ну, бардак просто, тепло просто уходит. Никто, ну, как бы, ну, понимаете, как бы, да, собрать эти деньги, это вот фокус, да, вроде бы все просто, не то сложно. Это вот как бы задача умной энергетики. Спасибо. Так, коллеги, мы почти уложились, ровно 10 часов, но у нас есть еще один доклад от группы методологического сопровождения, Константин Филиппович Гаврилов. Выступит, да? Выступишь? И еще нам нужна, наверное, Оля Кощеева, которая нам скажет, чем мы должны заняться, как только все это закончится. А субъекты объявления сейчас? А, не будет доклада? Да, 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 да. Что-нибудь о группе, ее работе, ее самоопределении можно сказать для начала? Микрофон, микрофон. Значит, с интернетом было очень плохо, вот, и в конечном итоге какую-то схему мы выработали через скайп, стало там терпимо, по крайней мере, но тоже, интересно, все время пропадало, поэтому времени было очень мало. И сдвинуться в сторону самоопределения все-таки удалось. Не удалось, к сожалению, это завершить, то есть буквально не хватило, я так думаю, ну, может быть, полчаса, минут сорок. Это мы продолжим завтра. Поэтому я выступаю с собственным докладом от себя лично, не от методологической группы. В какой уж степени этот доклад будет методологический, я не знаю. Но мне кажется, кое-какие тут идеи, точнее говоря, одна ровная идея, которая может быть полезной. Я сейчас ее быстренько доложу, буквально пять минут. Значит, тезис первый. Вот здесь излагались разные представления о развитии энергетики. Тезис состоит в том, что само по себе реализация развития, сама реализация развития энергетики, она зависит от этих представлений. То есть развитие энергетики и представление о развитии энергетики каким-то образом связаны и взаимовлияют друг на друга. Я поэтому вот изобразил бы так, вот такое вот пространство представлений о развитии энергетики. Вот таким вот. Это значит, это представление, представление о развитии энергетики. Пространство представлений, да? О развитии энергетики. Так? Но в ряде вот докладов уже вот особенно в докладе группы, сейчас уже не помню как, насчет стремления к желаемому, да? То есть там была обозначена субъектность, что никак не обойтись без субъекта развития. И есть, есть, они у нас тут пока засвечиваются слабо, есть нити и представления о развитии личности и связанном с ним тесно очень. Представление о развитии общества. Так вот, значит, это вот представление. Представление, я так объединю, представление о развитии личности слэш общества. Вот. Между этими двумя типами представлений о развитии существует разрыв. Рисуем разрыв. И следующий тезис состоит в том, что эти представления о развитии, то есть энергетика это все-таки инфраструктурная отрасль, и само по себе развитие энергетики, само по себе, оно абсолютно бессмысленно и никому не нужно, если оно не находится в связи и в отношении с представлениями о развитии личности и общества. Каким образом зафиксировать этот разрыв? Пока он у нас никоим образом не зафиксирован. Пока он не зафиксирован, с ним ничего невозможно делать. Даже пока он не зафиксирован, непонятно, о чем я говорю. Или понятно? Услышать можно, понять нельзя. Почему нельзя? То, что сейчас непонятно, не значит, что... Я не могу, я не могу. Но сейчас не можешь. Завтра поймешь. Так вот, следующий тезис состоит в том, что для того, чтобы привести во взаимодействие представление о развитии личности и общества и представление о развитии энергетики, то есть вот таким вот образом их сонаправить друг к другу и зафиксировать этот разрыв, нужны два типа вопросов или два типа вопрошения. Такие ушки слушают. Вот. Это значит вопрошение типа какая энергетика какая энергетика нужна, соответственно, личности и обществу. И это вопрошение другого типа куда таки направлено развитие энергетики? Ежели, значит, эти вопросы... Постулируется, что оно есть, Константин Филиппович? Развитие? Нет, я говорю не о развитии здесь. Я говорю... Я услышал фразу. Куда направлен... Второй тип вопрошения такой. Куда направлено развитие энергетики? Не проявленная предпосылка этого утверждения такая. Большое спасибо. Развитие энергетики есть. Все понял, все понял, Владимир Ильич. Вот ведь внимательно слушайте. Большое спасибо. Я сам себе противоречу. Я говорю о представлениях. Поэтому и вопрос, куда направлены представления о развитии энергетики. Представления. Большое спасибо. Куда направлены представления. И соответственно здесь представление о том, какая энергетика нужна России. Представление о том, какая энергетика нужна России. Существенное дополнение. Потому что ежели они не сонаправлены вот таким образом, не сонастроены. Разрыв этот невозможно зафиксировать. С ним ничего нельзя поделать. И ни о каком развитии энергетики быть не может речи. И тот кризис, в котором мы все сидим, в глубокой, в глубокой, в глубокой, он будет только углубляться. Вот. То есть положение серьезное. Потому что если эти вопрошения направлены вот так, вот допустим, вот спектр, так, где-то они могут соприкасаться, это уже хорошо. Это уже сонастройка. Но они могут в разные стороны направиться. Вот скажем, да, сюда и сюда. И никогда этот разрыв не будет зафиксирован. Вот если на игре этот разрыв не зафиксировать, то можно тушить свет и сливать воду. Все. Можно теперь предъявить третий тип вопрошения. Может ты его отнесешь к первому, может ко второму, может к третьему. Вот наша реальная группа заткнулась на целом ряде вопросов. Самый простой вопрос, на котором мы заткнулись и на который надо получить ответ, а мы пока не можем. Вопрос такой. Есть ли у энергетики потенциал саморазвития или по-другому? Является ли энергетика саморазвивающейся системой? Почему для нас этот вопрос важен? Ну известно, да, что есть разные типы систем. В том числе есть системы так называемые саморазвивающиеся. У которых субъекта развития нет, а механизм развития есть. На генном уровне он заложен, да. Там куколка там окукливается, превращается в бабочку, та значит сносит. Нет, ты мне просто дал, я тебе ответ сразу даю нет. В этом смысле, какого типа системы является энергетика? Если она содержит в себе потенциал саморазвития, то ей субъект развития не нужен. Энергетика системой не является. Ага, все понятно. И являться не может. Ага, все понятно. Потому что системная модальность, минуточку, минуточку, минуточку. Системная модальность относится к представлениям. То есть в ту же попал ошибку, в которой меня уличил. Тебе спасибо, потому что существенное дополнение. Но сам не различаешь представление и развитие. Ну сейчас выйдем, поговорим? Нет. Движение и развитие отдельно, а представление и развитие отдельно. Костя, вот если честно, если у вас есть, вот телеканал, методологическая группа дала нам какие-то направления. Дала какие-то направления, как ответить на те вопросы, на которых мы заткнулись. Мы бы тогда слушали ее с утроенным вниманием. Третий тезис я забыл. Или четвертый. Вывод-то какой. Поэтому создание условий для взаимодействия и взаимной сонастройки вот этих вопрошаний, представление о том, какая энергетика нужна России, и куда направлены представления о развитии энергетики, вот если создавать специальные организационные условия для того, чтобы эти вопрошения были сонаправлены, дело пойдет. И это дело реально сделать, реально сделать и внести существенный вклад в развитие энергетики, можно на этой игре. Если только как бы мусор убрать, голову освободить и понять вообще, о чем мы говорим. Я правильно понимаю, что это последняя формулировка самоопределения методологической группы или нет? Убрать мусор в этих вопросах и соотнести два типа вопрошания. Ну, в том числе, конечно. А как же? А как же? А как же? Да. Все? Крис Филиппович, один вопрос. Такой. Поскольку я услышал конструкцию такую многословную, а значит достаточно сложную для понимания, я ее с трудом удерживаю в табло сознания своем. Тем более произошла вот эта вот правка с представлениями. Я хочу еще раз пройтись по этому поводу. Я сначала услышал представление о том, куда направлено развитие энергетики. Потом была оговорка. Нет, неправильно. Куда направлено представление о развитии энергетики. Сначала было, куда направлено развитие энергетики. Да. А потом было, куда направлено представление о развитии энергетики. Я говорю, но ведь ты сначала говоришь два вопроса или два представления о том. Представление о том, куда направлено развитие энергетики, а потом я просто дополняю эти слова выпавшие. Мне кажется, они уместны. Представление о том, куда направлено представление о развитии энергетики. Что нет, ты сказал так, куда направлено представление о развитии энергетики, я так записал. Куда направлено представление о развитии энергетики. Почему нет так? Куда направлено представление о развитии энергетики, ты так сказал, да? Так вот, просто мой испорченный этот ум русский начал комбинировать дальше, и я говорю, возможно, еще одно словосочетание, а именно, куда направлено развитие представлений об энергетике. И эта конструкция смысловая, она тоже имеет право на жизнь ведь, да? Да почему нет? Так вот, они, вот эти вот две последних, куда направлено представление о развитии энергетики и куда направлено развитие представления об энергетике, они родственные, они конкурентные, они одна более точная, другая менее точная или они совершенно разные, рядоположенные, а разным? Я думаю, что тут, как сказать, множество возможно схем, множество возможно схем. Я вот пока просто увидел две, развилка у меня выложилась рядом с этой конструкцией, куда направлено представление о развитии энергетики. Я говорю, мне кажется, мне это показалось, что то же самое, только точнее, не другое, а то же самое, куда направлено развитие представлений об энергетике. Согласен, точнее, еще точнее. То есть это не моя конструкция, это просто более точная формулировка того, что вот вы обсуждали. Это не более точная, а это улучшенная формулировка, это другая, другого качества. Так, ну мне она просто понятнее. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Вот я хотел спросить, очень важно мне лично пояснить для себя, а где вот в этом пространстве находится представление о развитии страны? Для вас страна с обществом отождествлены? Нет. Я правильно понял? Нет. Так. Но за развитие страны отвечают представления, которые несет общество. То есть субъектом представлений о развитии страны является общество. Тогда вот эти стрелочки. То есть я правильно понял, что представления о развитии энергетики, в общем, не вложены в представления о развитии общества. И личности. Нет, вот подождите, общество и страны. То есть вот эти представления о развитии энергетики не вложены сюда. Они, я не знаю, как они могут, обложение это уже модельная форма, это есть уже накладывание представлений на представление. Я говорю. То есть можно я отвечу? Что между и между ними разрыв, они вообще не взаимодействуют. Можно я отвечу? У меня есть такое представление, как будто я понял, о чем говорилось. Мне кажется, Константин Филиппович, а он меня сейчас поправит, задался целью обозначить необходимость введения в нашу работу пространства представления о развитии энергетики. Конечно. Обозначил это пространство и говорит, в этом пространстве в том числе наличствуют такие вещи, как два типа представлений, скажем, представления о развитии личности и обществе, представления о развитии энергетики. И Кейли мы говорили еще о развитии представлений об энергетике. Но сказанное, как мне кажется, чтобы ответить Саше, не исключает наличие тут и других представлений, например, представления о развитии государства. Правильно я тебя понял? Что сказанное не исключает дополнения в это пространство еще какими-то представлениями, например, о развитии государства. А вот ответ тишина. Да вот, 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 все. Он опять вернулся из боя. Да нет, вот, вот, как бы, вот штука какая. Вот есть, обозначаю, некая реальность развития энергетики. Некая реальность, о которой сказать вне представлений, естественно, ничего нельзя. Есть субъект представлений о развитии. И реальное развитие зависит от представления этого субъекта. Теперь делаем следующий шаг. От состояния этих представлений. Делаем следующий шаг, который Алексей Евгеньевич проделал. Говорим о развитии представлений этого субъекта. Тогда, значит, вот этому движению будет соответствовать развитие энергетики, которая оказывается вложенным в более общее развитие. Где субъект уже коллективный, если говорить о стране. То есть в этом смысле такая схема, переход к такой схеме, он возможен и как бы он логически следует. То есть спасибо, Саша. Это очень точное было, точный вопрос, точное указание. Но сначала нужно получить и отделить вот эти представления. Мне вот про, собственно, этого самого коллективного субъекта ничего не понятно. Откуда он здесь, собственно, следует? Вот это мне неясно. Да, это, наверное, сильно забежал вперед. Мы хотели бы попроще. Я вопрос свой повторю. Коллективный субъект, он не следует. Он вот тут сидит, вот тут стоит. Да, погоди, ну не торопись, не торопись. Все-таки вопрос, Саша, был. Могу я так интерпретировать в режиме вопроса на понимание. Конструкция, выстроенная тобой, пространство представления, она не исключает добавление туда других еще необходимых представлений, например, представлений о развитии государства. Больше того, это своего рода критерий. Если представления пульсируют, то есть где-то они закрываются, перевариваются внутри, где-то они открываются, то есть являются открытыми и открывающимися, когда надо. Вот, то есть это тонкие такие вопросы, то, конечно, конечно. То есть это не механическое дополнение. Ну да, но тем не менее, оно не замкнутое пространство, оно позволяет туда дополнить еще какие-то, а может даже необходимо включить какие-то еще представления. Вопросы его размыкания – это отдельная методологическая задача. Потому что есть подозрение, что в силу, так скажем, наличия эго в пространстве личности или в пространстве субъектности, эти представления могут замыкаться. Еще один вопрос я просто... Как они замыкаются, кстати, в нормах профессиональной деятельности, профессиональных представлений энергетиков и не только энергетиков. Еще один вопрос. Я просто увидел схему, и твой комментарий мне показал, что уместен тут вот такой вопрос. И правильно ли я понял, что развитие, вот когда ты начал говорить о представлениях, так или иначе связано со сменой представлений? Нет. Развитию, вообще говоря, должно соответствовать понятие развития, которое само движется вместе с развитием. То есть, если представления о развитии не меняются и не развиваются, то не может быть никакого развития. Я имею в виду, например, представления об энергетике. В том числе? Они могут меняться? Конечно. Когда они меняются, это может говорить о наличии развития? Не знаю. Неизвестно, да? Хорошо. Вопрос на понимание еще. Ну, я бы хотел все-таки закончить свой вопрос. Вот, все-таки, что во что вложено? То есть, для меня вот этот вопрос важен. Если вот мы, например, различаем представление о развитии энергетики, представление о развитии страны и представление о развитии общества и личности. Что во что вложено? Ну, вот по этой схеме, конечно, развитие энергетики вложено в развитие России. Однозначно. Это я услышал. А вот про личность? Нет. С личностью дело темное. Поскольку вот я тут специально так вот нарисовал, такое как бы не замкнутое пространство, а вот из двух таких половинок. Поскольку, как бы, ну, все-таки центральной, центральной, что ли, зоной, пространством порождения новых представлений общества является, конечно, личность. Но личность обобществленная. То есть, личность, в которой социальный аспект осознается личностью и переносится в меру своего личностного самоопределения. Не нужно на себя валить то, чего не можешь. Но если ты понял, что ты можешь и должен, то, как бы, западло этого не делать. Так. Завершаем дискуссию или еще что-то? Мне принципиально важно получить ответ еще на один вопрос. Кость, ты был точен, когда говорил следующую фразу? Попробую. Есть некая реальность развития энергетики. Ты в этой фразе был точен? Да. Тогда вопрос. Откуда ты получил информацию об этой реальности? Если бы ты сказал, есть некий конструкт, который я конструирую для таких-то целей и этот конструкт развития энергетики, у меня бы не было вопросов. Я бы тебя понял. Тут я тебя не понимаю. Ты говоришь, есть некая реальность развития энергетики. Из каких источников ты понял, что эта реальность есть? Что тебе дает основание утверждать, что это неконструкта реальность? Понятен мой вопрос? Понятен. Понятен, почему он для меня принципиально? Понятен. Понятен. Есть непосредственное восприятие. Есть непосредственный вопрос, ответ на вопрос откуда. Оттуда. Ответ принят. И это фундаментальная проблема, над которой человечество бьется многие тысячи лет, а лично я последние лет 30. Нет. 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 Иначе мы своим представлением накроем реальность. Это сумасшествие. Или зверство. Или насилие над собственной природой. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Никогда. Спасибо. Коллеги, давайте прекратим нашу сегодняшнюю дискуссию. Она зашла очень высокий и высший. Есть реальность, есть представление о ней. И это очень важно для нашей работы, понял я. Спасибо. Мы заканчиваем, наконец, наш сегодняшний пленум. И я передаю слово Ольге. Мы сейчас должны поговорить над тем, что мы сейчас должны делать, когда закончилась наша работа по программе. Ну, у нас далее по программе заявлена некая культурная программа. Чтобы она у нас прошла… Полтора часа. Да, более… Отбой по расписанию. Веселее, так сказать. В комнате отдыха около столовой вас ждут кофебрейки. То есть там подносы с бутербродами, какой-то вкусняшкой. Расписано по группам, по количеству человек. То есть одного человека отправьте, пусть он заберет на свою группу и там кофе, чай попьете и так далее. Мы на сегодняшний день предлагаем вам поступить следующим образом. Подготовиться к завтрашнему дню, к завтрашней культурной программе, на которую мы заявили празднование дня рождения игры. Поскольку вы уже, наверное, заметили, что у нас игра 10-я, юбилейная. И не только в этом смысле. И не только в этом смысле, да. Поэтому предлагаем вам придумать какое-то поздравление от групп. Группы могут быть либо ваши игровые, в которых вы находитесь, либо, например, корпоратив может собраться своей группой. Там, например, компания ЕСК может собраться группой и приготовить какое-то поздравление от ЕСК. И также к поздравлению приготовить некое представление своей группы, да, то есть для того, чтобы мы поняли, кто вы такие есть. То есть это одновременно презентация? Да. И все это будет завтра вечером также с 10-30, да, до пол первого. А какие-то ограничены чем-то форматы этой презентации? Что это может быть? Действия там? Я думаю, не ограничены никак. Ваши фантазии? Да. А, игротехники в этом не участвуют, они готовятся, собственно, также к презентации, которую будут делать. От сообщества навигация. Так, договорились. Кофе, брейк. Выступление на следующем плену, мы об этом говорим, да? Нет, я имею в виду на культурной программе девушки. На культурной программе? Я думаю, да. Не знаю. Ну, у каждого там сколько, 10 минут. Ну, у нас на все полтора часа, да, на культурную программу? Из этого и сходим. Регламент делим на 10, получаем. Все? Кого за приседение? Суждение. Суждение, вопросы. Спасибо всем. Заканчиваем на этом. Продолжение следует...